Добрый вечер. Сейчас, пока мы здесь разговариваем, идет поединок Владимира Соловьева с Госмой. Вопрос о том, что именно сказал Путин в связи с тем, что мы суверенитетом не торгуем, и что именно говорили там Кудрин и Титов, является не вопросом о том, что говорили Кудрин и Титов. Это схватка огромной и очень сильной либеральной команды, которая требует сейчас фактически разворота в сторону некой идеи компромиссов, а это команда мощная и, так сказать, патриотического крыла. В этой схватке надо участвовать. Мы не можем, так сказать, поддерживать это либеральное крыло, потому что понимаем, что оно антинациональный курс проводит по большому счету. Хотя и, будучи во власти, оно все время говорит, что оно там жутко типа патриотично и все прочее. Частью идеологической политики по разгрому этого крыла является выступление на крупных телеканалах вот таких вот серьезных поединков. Я не знаю, что будет происходить в Москве, но я знаю, что в Хабаровске господин Готман не может набрать 10%, он никак их не может. Но это Хабаровск, посмотрим, что будет дальше. Но я не думаю, что даже большинство москвичей поддержат господина Готмана. Но я думаю, что все будет так, как должно быть. А это еще какая-то лепта в то, чтобы взвинуть курс в нужную сторону. Я, кстати, должен сказать, что этот сдвиг будет не так однозначно вот только триумфален, потому что там с этой стороны еще есть белые, и они проявляют себя все более деструктивно. И в этом смысле не надо сразу, так сказать, ликовать, когда разгромлено это крыло либеральное. И оно не скоро будет разгромлено. Но все-таки его разгромить надо. И надо постараться это сделать всеми возможными способами. После того, как я сейчас сделаю это утупление, я попрошу Юрия Вольфовича, прокомментирую почему, сделать некое заявление от клуба. Я думаю, что мы его поддержим. У меня можно делать нечего, какими-нибудь директивами убрать с экрана. Когда уберут, будем ликовать по поводу того, что время еще больше высвободилось. Но это делают неприпадочные маргинальные идиоты. Это может сделать властное сообщество. Но оно этого не делает. И тоже более-менее понятно почему. Потому что борьба между патриотическим и либеральным крылом усилилась. Она уже принимает очень острые формы. Кроме того, она накладывается на борьбу внутри, так называемую. Если считать силовый блок нелиберальным, а это можно только с трудом так считать. При большом желании считать, что он весь такой консервативно-патриотичный. Там все сложнее. То он разделился, как я уже говорил, на две головы. И головы не любят друг друга. Внутри отношений господина Золотова с его оппонентами много всего такого, что мешает их примирению. Хотя хотелось бы, чтобы оно было достигнуто. Но, видимо, оно невозможно. Я об этом подробно писал в книге. Качели ничего больше к этому добавить не могу. Но, кроме того, что теперь все это оформилось в виде двух центров силовой власти. Национальной гвардии и всего остального. И армии. По сути, у нас нет больше центров силовой власти. Все остальное. Это центры интриг, прослушиваний. Но не брутальные вещи. Брутальных центров осталось два. И они не слишком гармонично живут друг с другом. Поэтому я не могу не выражать по этому поводу тревоги. Я всегда считал, что хотя бы этот силовой блок, поскольку он хотя бы условно патриотичен, он должен хотя бы условно друг с другом дружить. Он не делает никаких попыток это осуществить. И как я говорю в 2008 году, что это не доведет до добра, так говорю сейчас. Он окажется случайно каким-то образом сильно подорван в результате этой внутренней грызни, которую, с моей точки зрения, и поощряют те, кто хотят, чтобы он был подорван. Это первая причина. И вторая причина заключается в том, что президент Путин с одной стороны продолжает очень мощно по-человечески верить в невидимую руку рынка и вообще либерально-экономические ценности. Но с другой стороны все более твердо понимает, что без какой-то очень жесткой новой политики ему не удастся обеспечить ни целостность России, ни какое-то место России в мире. Он все время хочет сочетать это, и ему представляется, что оно может сочетаться. Я не убежден в подобной возможности, а либералы все время говорят, что у нас не будет никаких необходимых денег и так далее. Инвестиции, технологии, все время говорится все то же самое, что говорилось в конце 80-х годов при Горбачеве. Абсолютно. Если мы не уступим, не ляжем, не отдадим, не обнимемся, при этом Путин понимает, что вопрос-то идет в конечном итоге о Крыме, а любая сдача Крыма означает полный снос всей политической системы, всей. Парламент, Советы Федерации, Конституционного суда, всех судов вообще, тех партий, включая Зуганова, Жириновского и так далее. Ну, это такой погром, очень сходный в принципе с тем, который был в Украине, это сходство говорит о том, что почему бы нет. Теоретически все можно представить, но все-таки Россия не Украина, партии достаточно живучие, Путин не Янукович, и как-то все-таки хочется верить, что ничего подобного не будет, а это минимальная цена, минимальная цена того, что, так сказать, наш противник называет уступками в сфере снижения геополитической напряженности. Именно поэтому Путин так резко высказался по поводу того, что мы ее не торгуем, потому что он понимает, в какой, собственно, идеи его подводят и что ему говорят. Но, понимая все это, этим не готов переходить к любой экономической политике, кроме либеральной, потому что он считает, что либеральная обеспечивает минимальную устойчивость, а все остальное не обеспечивает. Я не могу сказать, что я не понимаю совсем, почему он так упорен в этом вопросе. Просто кажется, что он не видит даже контура какой-то этой нелиберальной команды, он не верит, что это будет команда, и что эта команда как бы не погрязнет во всех тех грехах, в которых другие команды купаются. Понятно, да, в воровстве и во всем прочем. Он не верит, что возникнет большая другая команда, которая будет действовать иначе. Ну, не видит, да. А если создать более-менее мощную такую систему, нацеленную на то, на чем будет говорить Юрий Вольфович и так далее, то, конечно, на нее нужно иметь большую разветвленную команду, которая не будет воровать, которая как бы воздержится хотя бы, знаете, как завязала, которая зашьется на протяжении определенного времени, воровать не будет. Без этой команды вообще нельзя осуществлять консервативного курса. Либеральный можно. Либеральный курс обладает единственным преимуществом, он гораздо более индифферентен по отношению к воровству. Там все как-то крутится, крутится в этом бардаке, там что-то уравновешивается чуть-чуть, и она нам на месте как-то так вот чавкает, да, там, и никуда не катится вниз. А если создать сильно ворующую нелиберальную команду, то это абзац. Она украдет все, экономика разрушится, и действительно, мы потеряем даже те типы стабильности, которые сейчас имеем. А мы их имеем, мы же видим, что все, хоть и плохо, но достаточно стабильно. Тьфу-тьфу-тьфу. Значит, этот конфликт существует, и пока либералы не переходили в очень сильное наступление, ну, можно было сказать, что сидят они и сидят там. Я бы жил еще чуть-чуть лучше, чем цах, потому что я бы еще немножко шил. Вот они немножко шьют там, миллиардов на пять в год, на десять, в долларах. Ну и как-то что-то там то исчезает, то появляется, то как-то дорога построится, то как-то не построится, полигон создастся, то не создастся. Как-то мы живем в таком ситуации умеренного дерьма. А если мы создадим мощную и здоровую команду, которая пойдет вот этим консервативным курсом, я имею в виду сейчас консервативно-буржуазный курс, то мы будем иметь резко меньше дерьма и очень большой рост. Будем. Но ее же надо создать. Она должна отвечать характеристикам лояльности, стабильности, ну мало чего еще, да? А это очень трудно сделать. Это почти невыполняемая задача в условиях, когда имеет место справедливое недоверие к людям. А у Владимира Владимировича Путина оно имеет место в очень высокой степени. Может, благодаря этому он оказывается устойчивым сам и сохраняет устойчивость. Поэтому у меня нету однозначного отношения к тому, что связано с переходом к консервативному экономическому курсу, кенсианству и всему прочему. Но либералы пошли в атаку. Они же пошли в атаку не в принципе того, что снизьте госрегулирование и там дайте нам еще порулить там монетаристские. И пошли в атаку, требуя снижения геополитической напряженности, то есть снятия суверенитета. Они вышли за рамку заявления Кудрина, выводит либеральный блок за ту рамку, в которой он существовал до данного момента. Мне скажут, что это происходит все где-то на полях, полуконфиденциально, не для прессы и все прочее. Простите, а что еще обсуждает пресса, кроме этого? На какую же я передачу был, мне же не приснилось, что я был на одной из самых таких рейтингов передачи с натурального телевидения, где обсуждается этот вопрос. Значит, он уже вынесен с глубокого подземелья на поверхность политического процесса. А, собственно говоря, мы же прекрасно понимаем, что в каких-то случаях, когда это не надо, эти вопросы не выносят на эту поверхность. Значит, момент назрел, момент назрел, либеральный блок вышел за свою территорию и хочет захватить новых. Захватом новой территории, особенно геополитически, действительно угрожает перестройка дела. Это нельзя отпустить. Ну, и в связи с этим, как бы, вот, на каком-нибудь передаче, которые всегда сопряжены с какими-то внутренними издержками, да, но это определенный формат телевидения с определенными чертами, да, но вот это та машина, которая есть. Как именно к ней я отношусь, я говорил давно, и теперь-то с восторгом повторяет ряд телеведущих, что Россия – это гнивое бревно, которое подпирает дверь, в которую ломятся псы-ады. Это правда, вот я так действительно считаю, я так считал все время, и, в сущности, вся политика исходит из этого. Да, гнивое бревно, да, ну вот оно подпирает какую-то дверь, да, ну да, гнивое телевидение, но оно подпирает какую-то дверь. Да, 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 там не лучшая армия, не лучшая экономика, не самый лучший технологический комплекс в высшей степени, совсем плохое образование и здравоохранение, но все в целом эта машина, дверь, в которую ломятся псы-ада, запирает. Сколько она ее будет запирать, неважно, но я имею в виду под этим то, что триумф так называемого глобального мира, то есть ада на земле, он не может наступить без того, чтобы Россия не была смятена, потому что России в этом места нет, и ей даже не предлагают это место. Соответственно, она начинает упираться в рух. Как она упирается криво, косо? В этом связи хочу сказать о праздновании 9 мая. Ну, так намного лучше, чем так, как было. И можно быть счастливыми от того, что это настолько лучше, чем то, что было. И, конечно, в бессмертном полке, который идет по Москве, да и по другим городам крупным, там ощущается внутреннее желание людей погрозить кулаком тем внешним силам, которые хотят, чтобы их не было. Они хотят сказать, что вот мы есть, и если надо, вот да. Но при всех этих огромных преимуществах, при том, что я все это просто не могу не поддерживать, мне бы хотелось быть понятым, что это стопроцентный улучшенный вариант позднего Брежнева. Я имею в виду не Путин Брежнев, Путин не Брежнев совсем, никого отношения к нему не имеет. Путин – явление в каком-то смысле совершенно новое. С кем из наших генсеков и кем-то его сравнить нельзя. Это явление новой жизни. Но вот митинги, хождение и все прочее – это улучшенный Брежнев, потому что в этом гораздо меньше административного ресурса и больше искренности. Но это вот Брежнев. Вот мы живем в эпоху там, я не знаю, в 78-м году. Это 81-м. Вот мы живем в 81-м году. И мы чище, чем то, что жило в 81-м году. И чуть-чуть энергичнее. Чуть-чуть. Точка. Да? Но ведь разница заключается в том, что никого в 81-м году нет. Но нет его. Есть совершенно другая реальность, понимаете? В 81-м году. Чуть более искренне, чуть менее. Не надо завышать неискренность и не надо завышать искренность. Мы же все помним, те, кто там жил, что было. Ровкомы, Порткомы, Торбэр. На всех этих демонстрациях все же. Куда же не помнить-то? Но. Ну и с удовольствием ходили, потому что, а что бы не походить-то вместе всем? Но была мировая соцсистема. Граница между нами и противником проходила по Берлину. Вам в страшном сне не могло присниться потерю Украины, Белоруссии, Кавказа и всего остального. И также была какая-то внутренняя устойчивость социальной жизни, которая, конечно, имела свои сдержки и показала их в перестройку. Но она же все-таки была, и в конце концов военная мощь тоже была несколько другая в соотношении с мощью противника. И люди ходили по тому принципу, по которому сказано у Лермонтова. Полный гордого доверия покоя. Люблю Россию я, но странную любовь, непобедитый рассудок, но не слава купленной крови, не полный гордого доверия покоя. Это был полный гордого доверия покоя. Мы все понимаем, что живем в супердержаве, мы все понимаем, что эта жизнь может быть слегка скучна, и что-то в ней есть и не то, но в целом она позитивна. Мы все понимаем могущество этой державы, мы все понимаем, что все нас боятся, и мы как-то так вот ходим. Сейчас, конечно, все чуть-чуть энергичнее. Люди идут, потому что они беспокоятся. У них нет полной расслабухи, а они чувствуют, что пахнет чем-то нехорошим в воздухе. Это маленький, но очень важный и позитивный нюанс. Но ведь реальность-то совсем другая. И с моей точки зрения не к тому, чтобы критиковать то, что происходит. Я восхищаюсь этим бессмертным полком и людьми, которые там выходят. Я считаю, что это надо продолжать и наращивать, что это все очень позитивно. Но в порядке поясняющей метафоры, а не буквального предложения, я бы считал, что там, не знаю, молодежь должна брать огневую полосу препятствий на 9 мая. Бежать, с ножами забираться на вертикальные стенки деревянные, прыгать, стрелять в рамках ДСААФ и так далее и тому подобное. А старшее поколение, ну, смотреть там, да, и как бы поддерживать, кто может. Или, или скромно, достаточно скромно, так сказать, гвоздики и говорить, предки погибшие за нас, простите, мы ничего не удержали. Мы не удержали Украину, мы не удержали Приднестровье, мы не удержали это, мы не удержали, простите. А есть такое ощущение, что живем вот в этом конце 70-х, да, и ничего не изменилось. И что все это тот же полный гордого доверия покой, но его же нет. Вот это разрыв между совершенно критической реальностью и вот этим каким-то ощущением все-таки патриотического, но успокоенного существования. Он не может не беспокоить, конечно, патриотическое успокоенное существование, во-первых, не есть стопроцентно успокоенное, там есть внутреннее возбуждение, небольшое, но есть. И, во-вторых, лучше оно, чем подавленность, пофигизм, алкоголизм, нежелание поднять задницу со стула, понимаете, да, это намного лучше. Но я же говорю не о лучшее, как я говорю и повторяю, да, опять не в смысле конкретного предложения, а в смысле, ну, метафоры, поясняющей, что такое, с моей точки зрения, ну, какой-нибудь поиск нового стиля. Я не хочу сказать, что его знаю, да, да, там, ну, опять, очень прошу не принимать то, что я говорю буквально. Это вот некое пояснение, некие поясняющие сказки, да, надо сказать, русская армия занимает страны, в которых находятся у нее памятники вместе с саперными дивизиями. Оно объявляет, что оно делало это на двое суток и предупреждает, чтобы никто не дергался, потому что кто дергается, тот получит, да. Делает она за 24 часа в той зоне, где у нее стоят памятники, да. Пусть и чего она берет эти все памятники саперные, выносит уже на подготовленную огромную аллею и маршем с развернутым знаменом и уходит. Но не оккупирует эти территории, даром не нужно бороться на них. Она просто показывает, что такое предки. Бесконечные разговоры о том, а вот там кто-то поддержал, а вот тут не поддержали. Все хорошо, правильно, да. Но уровень-то оскорбления каков? Нам наносит буквально там метафизическое оскорбление. Это надо говорить, коллеги, не надо преувеличивать, давайте вот не так, а так. Понимаете? Я не убежден, что мы в этом выживем. Я не убежден, что на этом градусе существования нация способна выдержать те нагрузки, которые ей предстоят. И я твердо убежден, что предстоят огромные нагрузки. Никто не хочет, чтобы Россия жила. Это обнаружится постепенно. Ну, может быть, за три года, может быть, за два, а может быть, за несколько месяцев. Откуда я знаю? Я что-то по этому поводу потом, после доклада Игоря Вольфовича, буду говорить. Ну, вот я сказал там насчет того, что высочайшие директивы могут привести к тому, что я испарюсь в телевидении, но я буду с величайшим облегчением воспринимать это. Но их нет. Есть то, что есть. Это наша противоречивая жизнь, условного равновесия консервативной и либеральной группы, внутреннего страшного ослабления либеральной группы с точки зрения поддержки обществом, внутреннего раскола консервативной группы, силовой в том числе, который меня очень беспокоит, этот раскол. При том, что я совершенно не идеализирую качество этой группы, мне все равно кажется, что этот раскол неправильный, он не нужен. Я хотел охарактеризовать вот эту неустойчивую зону некого коридора, в котором существует страна, и обратить ваше внимание на то, что выступление Кудрина и реакция Путина на него, хоть и происходило все это в куарах, является очень крупным событием в нашей жизни, и что по поводу этого события нужно принять некое заявление. И мне кажется, что его наличие может сыграть какую-то роль в развитии общественно-политической ситуации. Я не хочу, что это будет большая роль, но когда ситуация так колеблется, а я обсуждал все эти мелкие события в нашей жизни, именно потому что мне хотелось показать, как она сильно колеблется. Да, все-таки зона неустойчивого равновесия. То в этой ситуации, никаким образом не преувеличивая, но и не преуменьшая возможности данного документа, я хотел бы, чтобы вы с ним ознакомились, и предлагаю Юрию Вольфовичу его зачитать подряд вот с этого места. Документ называется «Соверенитет в обменной инвестиции технологий». Судя по неофициальным сообщениям участников 25 мая на закрытой части заседания Президиума экономического совета при президенте, вице-председатель этого совета Алексей Кудрин заявил, что, цитирую, «Россия технологически отстала, и страна должна, пусть и на вторых ролях, встроиться в международные технологические цепочки, а для этого нужно снизить геополитическую напряженность». Почти то же самое сказал на этом же заседании другой вице-председатель, бизнес-оббудсмен Борис Титов. Цитирую. Мы тоже говорим, что нам нужна открытая экономика. В нашей программе «Экономика роста» мы также пишем, что без перезагрузки отношений с Западом невозможны реформы, потому что доступ к новым технологиям, финансовым ресурсам во многом закрыт. Поэтому мы тоже призывали, чтобы сегодня уже приступить к тому, чтобы восстанавливать те отношения, которые были раньше. По тем же неофициальным сообщениям с этого же события президент Путин ответил, цитирую, «Пусть страна в чем-то отстала, но у нее тысячелетняя история, и Россия не станет торговать суверенитетом». А далее пообещал защищать суверенитет страны не только пока он будет президентом, но и до конца своей жизни. Итак, о чем речь? Речь идет о необходимости инициатив России в направлении снятия геополитической напряженности ради очередной политической перезагрузки. Это в условиях, когда высшие должностные лица США, Великобритании, НАТО и так далее, могу перечислять, Обама, Меркель, Йенс Толтербенг, Генсерк НАТО, главнокомандующий войсками НАТО в Европе Филипп Бридлов и так далее, и так далее. Так вот, когда эти должностные лица уже не раз объявляли минимальную цену снижения геополитической напряженности в отношении России. Во-первых, для этого Россия должна прекратить обеспечивать защиту международного права и своих стратегических интересов в Донбассе и в Сирии. Во-вторых, и это главное, Россия должна вернуть Украине Крым. То есть Россия должна ради новой перезагрузки не только поступить со своим правом вести самостоятельную политику, то есть национальным суверенитетом. Россия должна допустить победу в Сирии самых радикальных исламистских террористических сил, ведущих геноцид сирийских граждан, нацеленных на восстановление нового халифата и внимания угрожающих распространить свою изуверскую власть на громадные территории Евразии, включая Россию. Россия должна допустить геноцид миллионов жителей Донбасса, которые отказались признавать власть в Киеве, установившуюся в результате вооруженного государственного переворота и защищают свое право на такое решение с оружием в руках. Россия, наконец, должна аннулировать воли изъявления народа Крыма, который на законном референдуме высказал просьбу о присоединении к России и, опять-таки, допустить в отношении этого народа акции вооруженного подавления со стороны киевской власти. Причем в условиях, когда истинность этого решения крымчан была подтверждена, об этом практически никто нигде не пишет, широким социологическим вопросом такой авторитетной американской организации, как Гэллоп. Там желание войти в Россию подтвердили более 80% респондентов. Это не мы, это не фальшак, это Гэллоп. И заодно Россия должна грубейшим образом нарушить собственную конституцию, поскольку население Крыма уже два года является гражданами России. Пока ставим в стране вопрос о том, может ли Россия, в принципе, удовлетворить эти перезагрузочные требования Запада без полного социально-политического обрушения, поскольку это происходит в условиях, когда, по данным всех государственных и негосударственных социологических служб, политику российской власти в отношении Сирии, Донбасса и Крыма поддерживают не менее 70-80% наших граждан. Меньше даже не было у Левады, наиболее такого либерального, склонного к другой интерпретации данных центра. Теперь, что такое все-таки сюреренитет? Суверенитет – это, по словарям, право на полное политическое верховенство, не подчиненное какой-либо более высокой власти при принятии и проведении в жизнь политических решений. В системе международных отношений – это право государства на полное самоуправление, независимость государства во внешних делах и верховенство государственной власти в делах внутренних. То есть, по сути, суверенитет – это способность страны самостоятельно и независимо определять цели своего развития и самостоятельно и независимо эти цели реализовать. В древней и новой истории изъятие суверенитета страны противника, как правило, происходило в результате победы над этим противником в войне. Иногда, как в ряде войт Древнего Рима в Галлии или Дакии, или в ряде колоний Англии, особенно в Индии, с побежденного нередко не только взималось дань, репарации разного рода, но ему одновременно представлялись инвестиции, например, на строительство дорог, общественных зданий и прочее. При этом инвестиционными условиями обычно оказывалось полное подчинение побежденного политики победителя и его обязательство поддерживать победителя в будущих войнах. Так это было и в Древнем Риме, так это было и в колониальной Индии, так это было и везде. В новейшей истории наиболее яркие примеры открытого изъятия суверенитета в обмен на инвестиции – это послевоенное развитие побежденной Германии и Японии. Для Германии инвестиционными условиями плана Маршала были оккупация страны, и ее нахождение потребуем внешним, особенно американо-британским политическим и экономическим управлением. Причем это внешнее управление только смягчалось, но не снималось и после создания в 1949 году Федеративной Республики Германия. Далее. Внешнее регулирование отраслей направлений инвестирования, обеспечивающие нужную оккупантам трансформацию производственного контура страны, включая, прежде всего, демилитаризацию промышленности и фактическую остановку развития новых научно-технологических комплексов, а также инвестиции, капиталовложения в основном в те предприятия, в которых и до войны, и во время войны, внимание, американскому и отчасти британскому капиталу принадлежали крупные пакеты акций. Эти предприятия, принадлежащие американскому и британскому капиталу, успешно работали на Гитлера и до войны, и во время войны, в которой Британия и Штаты воевали против Германии. Включая такие компании, как концерн «Икфорд» или «Друсты», филиалы концерна «Крупп», филиалы корпораций «Дюпон», «Кодак» и так далее. Далее в Германии до сих пор сохраняется режим военной полуоккупации, включая самые мощные и многочисленные в Европе американские военные базы, американские военные контингенты, а также, напомню, американское ядерное оружие. Но никуда не делось. Его то пытались вывести, то сократили, а в последнее время, напротив, снова увеличили количество ядерных бомб американских на складах в Германии. И при любых протестах германского общества эти базы, эти контингенты и это оружие США из Германии выводить не собираются. Помимо этого, в Германии до сих пор сохраняются, а в некоторых случаях наращиваются, крупные пакеты американского капитала во многих ключевых германских корпорациях и в крупнейших германских банках, кстати, включая крупнейший Deutsche Bank, и в крупнейших инвестиционных группах. А это, конечно же, не может не оказывать очень большое влияние на, скажем так, пределы самостоятельности экономической германской политики. Несомненный факт заключается в том, что после Второй мировой войны правительство Германии ни разу не осмеливалось проводить всерьез политику, идущую вразрез интересам США. То есть в реальности по-прежнему Германия не является политически, экономически суверенной. В том, что касается Японии, различия с Германией заключаются только в том, что в Японии США сохранили формальную власть императора и не проводили донацификацию, а также в том, что инвестиционный, разрекламированный, между прочим, план Мак-Артура для Японии был, ну, скажем так, гораздо скромнее, чем план Маршала для Германии. Точнее, в общем, серьезных американских инвестиций в Японию вообще не было. Там были некие инвестиции для того, чтобы спасти некоторые провинции Японии от голода. Это действительно было. Грубо говоря, гуманитарная помощь, а не инвестиции. А вместо этого приказным порядком были расформированы все крупнейшие японские промышленные конгломераты, дзайбацу, с их производственными цепочками и инвестиционными подразделениями. Полностью расформированы. Правда, потом упрямые японцы долго и трудно пересобирали свои конгломераты эти и сумели собрать в новую вполне полноценную конфигурацию промышленного контра страны. Япония, как и Германия, с тех пор вынуждена держать на своей территории крупнейшие в Азиатско-Океанском регионе американские военные базы. Причем, по договору 1960 года, уточняющему, США сохранили с собой не только право использовать эти базы и японскую инфраструктуру, но и, внимание, размещать на территории Японии любое количество войск с маленькой оговорочкой по согласованию с правительством Японии. То есть в реальности Япония, как и Германия, до сих пор сохраняют политическую несуверенность в отношении победителя. При этом нужно напомнить, что созданная после Второй мировой войны организация объединенных наций, в которую в том числе входят, естественно, и Германия, и Япония, учреждалось, как, внимание, сообщество независимых суверенных государств, добровольно объединяющих свои суверенитеты, не делегирующих, не отдающих, а объединяющих. В современности сугубо военные оккупационные методы изъятия суверенитета, в том числе в обмен на инвестиции, практически исчезли, хотя налицо достаточно много примеров десуверенизации стран методами именно экономической войны, которые давно уже описывают и объединяют под общим названием неоколониализм. Видимо, самое обстоятельное описание современных методов такого обмена национального несуверенитета на инвестиции и технологии дал Джон Перкинс в двух своих книгах «Исповедь экономического убийцы» и «Тайная история американской империи». Он много лет проработал в спецгруппе, которая навязывала развивающимся странам десуверенизирующие американские инвестиции и описывал их, этих самых инвестиций, грядущие блистательные последствия. Так вот, он откровенно пишет, Перкинс, что каждый такой инвестиционный проект являлся капканом, призванным взять экономику, а затем и политику облаготечественной страны под контроль американских корпораций, то есть изощренной формой неоколониального завоевания. Понятно. Вот как он цитирует наставление своего руководителя. «Работа будет заключаться в подталкивании лидеров разных стран мира к тому, чтобы они всемерно способствовали продвижению коммерческих интересов Соединенных Штатов. В конце концов, эти лидеры оказываются в долговой яме, которая и обеспечивает их лояльность. При необходимости мы можем использовать их в своих политических, экономических или военных целях». Это вот цитата прямая. Но кто-то может сказать, что Перкинс в своих книгах не приводит достаточно убедительных доказательств такого рода деятельности и таких ее результатов. Хотя отмечу, по следам его публикации было довольно много статей, в которых показывали, что, увы, он в основном или почти во всем пишет правду и только правду, не преувеличивая. Но, ладно, доказательство Перкинса – это одно. Доказательство в избытке ведь дает современная экономическая история. Очень наглядный пример, в частности, это Аргентина. На рубеже 90-х годов в стране был острый инвестиционный голод и в значительной мере несовременный промышленный контур. Страна была ограждена глобального рынка высокими тарифными барьерами, и новое правительство Карлоса Менема и его министра экономики Доминго Кавалла, а также их американские консультанты, начали проводить в стране новую неолиберальную политику. А именно, провели широкомастабную приватизацию государственных активов, создали максимально благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций, а также привязали национальную валюту ПЭСа к доллару, так называемый режим Карлоса Боджа. Инвестиции действительно хлынули в страну. Ключевые крупные предприятия были скуплены нерезидентами и начали, используя местную дешевую рабочую силу, производить конкурентоспособную продукцию, прежде всего автомобильную, но не только, и на экспорт, и для внутреннего рынка. Внутренний рынок в условиях резко сниженных импортных тарифов наполнялся импортом. Местные предприятия, будучи не в силах выдержать конкуренцию с новыми производствами и с импортом, массово разорялись, резко росла безработица. Из-за сокращения налоговых поступлений от местных производителей, а также из-за налоговых льгот для нерезидентов, которые дали ради инвестиций, быстро рос дефицит бюджета. Для покрытия этого дефицита, для обслуживания долгов и оплаты импорта привлекались кредиты МВФ и все более крупные кредиты частных, преимущественно, американских банков. В результате быстро рос госдолг. С 1991 по 2001 год за 10 лет он вырос с 53 миллиардов долларов до 132 миллиардов долларов. То есть Аргентина, с одной стороны, почти полностью утратила свой экономический суверенитет, но при этом довольно активно и, как считали Соединенные Штаты, об этом писали просто тогда, слишком активно выстраивала систему политических и экономических отношений со своими латиноамериканскими соседями, прежде всего с Бразилией, в рамках своего собственного латиноамериканского блока Меркосур. В декабре 2001 года МВФ, который ранее свободно предоставлял Аргентине очередные кредитные транши, вдруг отказал, страдев кредитований. Перекрыл и все. Иностранные инвесторы начали спешно выводить деньги за рубеж, бюджет, пенсионные системы и рынки рушились, платить пенсии было нечем, зарплаты было нечем, и в итоге страна была вынуждена объявить крупнейший в истории дефолт по суверенному долгу. А следующие 10 лет Аргентина с очень большими трудностями выбиралась из кризиса, выплачивая и роструктурируя свои долги. Если в 1999 году в стране за чертой бедности было чуть более 28% населения, то в 2002 году по результатам этих самых реформ 54,3% ниже уровня бедности. Не минимальные прожиточные, но ниже уровня бедности. И хочу отметить, что сейчас после фактического свержения власти президента Дилмирусс и ее команды в Бразилии, примерно такую же политику закабаления начинает проводить новый президент и новая команда бразильская под руководством американских консультантов, которые там просто живут в Кабмине и у президента, и диктуют, что и как нужно делать. То есть это аналогичный либерационный инвестиционный капкан, который сейчас организуется в Бразилии. Видимо, что-то похожее сейчас организуется и в Мексике, которое вынуждено проводить распродажу госкомпаний и либерализовать режим инвестиционный с Соединенными Штатами. И хочу здесь напомнить, что в 90-х годах Россия оказалась практически в таком же положении капканной, неуклонной утратой экономического и политического суверенитета, что и вот то, что я сейчас сказал об Аргентине. Россия также создала режим наибольшего благоприятствования для иностранных инвестиций. Россия также установила режим фактической привязки рубля к доллару. Россия также открыла возможности широкой приватизации госактивов нерезидентами. Россия также пользовалась возможностями массированного кредитования и со стороны МВФ, и со стороны зарубежных частнокорпоративных финансовых групп. И накопила также гигантский внешний долг, и также была вынуждена объявить дефолт по собственному суверенному долгу. При этом, подчеркнем, никаких современных технологий зарубежной инвестиции в эту Ельцкую Россию не принесли, но одновременно очень резко подавили тот высокотехнологический потенциал, который Россия унаследовала от СССР. Его почти полностью, подчистую вымели. Все последующие десятилетия Россия с немалым трудом выплачивала долги. И, будучи крайне зависимой от этих долгов, действительно пенсии без кредитов нельзя было заплатить, не было денег в казне. Она оказалась вынуждена только робко протестовать в ситуации крупных геополитических эксцессов, которые остро трагивали наши национальные стратегические интересы, включая незаконную проведенную без мандата ООН войну НАТО против Югославии, столь же незаконную войну без мандата ООН в Ираке, а также незаконная и обещанная как невозможность там России расширение НАТО все ближе и ближе к нашим национальным границам. Но еще один яркий пример современного уже обмена суверенитетами инвестиций – это состояние экономик новых стран-членов Евросоюза из Восточной Европы. После распада Варшавского договора СССР все они начали интегрироваться в мировую экономику. И принимать экономическое законодательство, которое максимально способствовало притоку иностранных инвестиций в их страны. Вскоре оказалось, что практически все их банки и почти все предприятия экспортоспособных отраслей попали под контроль западных транснациональных корпораций и в большинстве своем стали просто их местными филиалами этих западных корпораций. При этом никакие новейшие западные технологии ни в одну из этих стран не попали. А после приема этих стран в ЕС не только их национальные экономики, но и их политические системы оказались практически полностью десуэренизированы, то есть под контрольным политическим решением Еврокомиссии и, что греха таить, Соединенных Штатов, которых они слушают чаще, гораздо внимательнее, чем Еврокомиссию. А как это выглядит, мы сегодня видим на примере Болгарии, которая пришлась под давлением, открытым давлением США и ЕС, включая специальные визиты в Софию госсекретарей, меняющихся госсекретарей Соединенных Штатов. Так вот, им пришлось отказаться сначала от строительства двух российских ядерных реактов на атомной электростанции Беллене, а затем от крайне выгодного для страны проект газопровода «Южный поток». Они сейчас повторяют, как это было выгодно, кусают локт, просят нас вернуться к этому проекту, но поезд ушел. Но, подчеркиваю, отказались они, Бойко Борисов, президент их решительно заявил, нет, только после того, как его очень сильно прессовали комиссар Евросоюза и госсекретарь Соединенных Штатов. Это просто в прессе есть, это не секрет. Столь же показательный пример Чехия, которая недавно заключила контракт на опытную эксплуатацию топливных сборок американо-японской корпорации «Вестингаус» на реакторных блоках АЭС «Тимилин». С перспективой, они говорят об этом прямо, постепенной полной замены на станции, это станции российской постройки, российского топлива корпорации «ТВЭЛ». Здесь важно и то, и другое. И то, что топливо «Вестингаус» гораздо дороже, чем топливо «ТВЭЛ». И главное то, что ранее на той же самой АЭС «Тимилин» уже был плачевный опыт использования топливных сборок от «Вестингаус», когда в результате разгерметизации этих сборок реактор оказался в предаваримом состоянии, слава богу, его успели вовремя остановить. Я уж не говорю про Украину, в которой для того, чтобы продавить поставки топливных сборок «Вестингаус», господин Арсений Яценюк просто смел комиссию по ядерной энергетике государственную, назначил туда новых людей, и после этого они сказали, да, пусть будет топливо «Вестингаус», которое сейчас поступает на южноукраинскую АЭС, пока в качестве частичной замены российских сборок, а далее должно поступать на Запорожскую АЭС. А это совсем не мелочь, потому что, если бабахнет, как мы понимаем, это слишком близко к нам. Ну и к Европе тоже. Ну, в завершении обсуждения этих примеров нужно подчеркнуть, что и прямые зарубежные инвестиции, и кредитные деньги Запад дает странам, открывающим свой рынок для таких инвестиций, вовсе даже не на вольное применение. Инвестируют западные банки и корпорации только в такие проекты, которые не только приносят им большую прибыль, но и, главное, исключают конкурентный ущерб для этих самых западных корпораций и стран их базирования. И то же самое МВФ практически всегда предоставляет страдам кредиты так называемого связанного типа, где в договоре, в соглашении на кредит точно указываются цели и условия использования этих кредитов. То есть нельзя получить вообще кредит и направить его на что угодно. При этом кредиторы и инвесторы, которые обладают высокими технологиями, никогда не инвестируют в проекты, предполагающие предоставление подобных технологий странам, потенциальным конкурентам. Вот говорят, что сейчас это связано с санкциями, а так мы все это получим. Ничего подобного. Это связано не с санкционными режимами, как сейчас в отношениях между Западом и Россией, или как это было во времена Холодной войны, когда в отношении СССР и Советского Блока действовал так называемый режим КОКОМ, запрещающий компаниям США и их союзников поставлять в страны Советского Блока высокие технологии. Дело все не в этом, а в том, что новейшие технологии, особенно так называемого двойного гражданского и военного назначения, это очень важное конкурентное преимущество. Это преимущество не только с точки зрения прибыльности и возможности расширения масштаба бизнеса. Это еще и преимущество в том смысле, что мы можем воздействовать на всех других, не опасаясь аналогичного ответного воздействия. И поэтому обладатели таких технологий полностью ими не делятся даже с самыми близкими союзниками, потому что понимают, что эти союзники могут однажды стать соперниками. По этой причине совершенно наивно рассчитывать на то, что зарубежные инвестиции принесут нашей стране, да любой стране, какие-нибудь новейшие технологии. Этого просто не бывает. Экспортируют не только такие технологии, не первые свежести, которые для экспортера представляют давно пройденный этап, и только после того, когда экспортер уже, грубо говоря, коммерциализировал эти старые технологии и уже освоил следующие, более передовые технологические рубежи. Сейчас, когда об этом идет речь, нередко говорят и пишут, что, мол, Китай, вот это другой пример, Китай получил от Запада и громадные инвестиции, и самые современные технологии. Но это вовсе даже не так. Реальные успехи Китая в современных технологиях связаны либо с удачным копированием западных разработок, а мы очень хорошо знаем, да весь мир знает, что китайцы умеют сложные вещи копировать, как никто другой в мире. Либо, причем это сейчас происходит все чаще, с собственными достижениями китайских ученых и инженеров, которые прошли выучку в западных университетах, практику, школу в западных корпорациях и вернулись на родину. А в остальном Китай является великой технологической державой, ну, скажем так, довольно условно. В частности, например, в том потоке китайской продукции современной электроники, которая сегодня вот захлестывает мировой рынок, та добавленная стоимость, которая достается в качестве прибыли китайским производителям, составляет в среднем 5-7%, а все остальное, всю остальную прибыль получают зарубежные держатели патентов и производители комплектующих для китайских аппаратов от микросхем до дисплеев и от микродвигателей до сенсоров. А все это китайские компании закупают у хозяев соответствующих технологий. И здесь еще важное замечание о приватизации сокращения бюджета как средствах привлечения иностранных инвестиций. Давно установлено, в частности, это показали и теоретические труды Джона Мейранда Кейста, и практика американской администрации президента Франклина Долана Рузвельта в 30-х годах, в эпоху Великой депрессии. Это все показало, что в ситуациях острого экономического кризиса никакой свободный рынок, никакие антикризисные задачи решать не может. И что эффективный выход из кризиса способен обеспечить лишь только достаточно сильный и активный автономный государственный спрос. То есть, переводя на другой язык, госсектор экономики, административно управляемый в целях реализации антикризисных мер или мер развития, и мощный государственный бюджет, способный финансировать целевые антикризисные программы. Глубокая приватизация в духе минимального государства, а также сокращение бюджета, резко ограничивают возможности государства генерировать автономный спрос. То есть, делает его практически беззащитным и экономически, и политически несуверенным в условиях кризиса. И в связи с этим нужно отметить, что совсем уж удивительные, обнародованные в России планы приватизации иностранными инвесторами, блокирующих пакетов таких специфических российских предприятий, как концерн «Вертолеты России». Это, подчеркнем, единственные в России разработчики-производители и военные гражданские вертолетные техники, а теперь, в последнее время, еще и определенных классов беспилотников. Иностранные инвесторы, которые приватизируют такой блокпакет, имеют право получить доступ к тем высоким технологиям двойного назначения, которые, между прочим, определяют конкурентные преимущества наших новейших вертолетов, и которые, в конечном счете, являются важным фактором поддержки национального суверенитета России. И причем ни одна западная рыночная страна, ни одна корпорация подобные приватизации не допускает. Вот, в частности, примеры в США. Говорят, что китайцы там скупают все на корню ужас-ужас. Так вот, в последние годы Комитет по иностранным инвестициям заблокировал ряд сделок по приобретению китайскими компаниями активов американских фирм, занимающихся разработками в сфере электроники, компьютерной техники и фармацевтики. То есть купить дочку General Electric по производству бытовой техники – это пожалуйста. А вот компании высоких технологий, вроде светотехнического подразделения Philips или Firechart Semiconductor, который является одним из американских лидеров разработки полупроводниковой электроники – это ни-ни, нельзя. Приведенные примеры показывают, что в нынешней мировой реальности поступаться суверенитетом ради иностранных инвестиций и высоких технологий попросту бессмысленно. А если это так, как возможно обеспечить полноценное развитие страны в условиях кризиса? Во-первых, повторю, никакие сугубо рыночные механизмы выхода из серьезного кризиса, в том числе роста инвестиций, никогда нигде не обеспечивали. Таких примеров просто нет. В частности, последний пример Соединенных Штатов и Евросоюз после 2008 года, как они ответили на нарастание обвала национальных экономик и глобальных рынков в недавней, так называемой, Великой Рецессии, в отличие от той Великой Депрессии. Они совершенно нерыночными, фактически административными мерами накачивали гигантскими объемами денег финансовые системы, так называемые количественные смягчения знаменитые. Их было помимо первого пробного, еще три в Соединенных Штатах, и сейчас идет первая и уже назначена вторая ступень в Европе, Европейским Центральным Банком. Никакого отношения к рыночным классическим мерам это не имеет. Это именно административные, командные экономические меры. Я не буду здесь обсуждать отдельный вопрос об антикризисной эффективности этих мер, спорный вопрос. Тем не менее, мы должны признать, что у Российского Центробанка и Российского правительства ни денег для такого рода мер, ни главных механизмов, способных направить эти деньги в инвестиционный контур нашей экономики, ну попросту нет. Но у нашего правительства нет и механизмов, которые способны направить на антикризисные программы те скромные деньги, которые, скромные, но на самом деле огромные, которые в стране в реальности есть. Можно перечислить, что есть. Во-первых, большие деньги банков, которые сейчас накопили более триллиона рублей, только на счетах казначейства. Только, это свободные деньги, только на счетах казначейства. Но почти не выдают кредиты, потому что эти кредиты у банков никто не хочет брать, в том числе по запредельным ставкам, которые банки могут предложить будущим должникам. Далее у нас есть очень немалые свободные деньги, но по разным оценкам до 6-8 триллионов рублей у множества сравнительно благополучных предприятий. Они не тратят эти деньги на развитие, поскольку не видят перспективы выхода из кризиса и роста спроса на свою продукцию. Им некуда девать то, что они производят. Зачем развивать, зачем вкладывать в развитие? И потому они предпочитают либо правдами-неправдами конвертировать эти деньги в валюту и выводить за рубеж, либо помещать эти деньги в кубышку в собственной стране, в России, либо в ценных бумагах, либо в депозитах на банковских счетах. Это хоть дает приличную прибыль какую-то, позволяет отчасти то, что они накопили, защитить от инфляции. Далее у нас есть многомиллиардные в долларах, причем деньги российского бизнеса, которые хранятся в зарубежных офшорах. По самым осторожным минимальным оценкам, это не менее 160-180 миллиардов долларов. Наконец, у нас есть огромные, более 23 триллионов рублей, деньги накопления наших граждан на рублевых, кроме того, есть на валютных счетах, в банках. И, наконец, у нас есть пока очень немалые, около 390 миллиардов долларов валютные резервы, которые, конечно, нужно признать, важны в качестве финансовой подушки безопасности, но при правильной экономической политике вполне могли бы тратиться не только на затыкание дыр в бюджете, но и на серьезные антикризисные цели. Предлагаемые господином Кудрином и компанией меры антикризисной трансформации национальной экономики никакой реальной инвестиционной активизации этих денег не предполагают. Не предполагают, между прочим, справедливо, потому что только рыночными методами эти деньги мобилизовать, активировать принципиально невозможно. У рынка нет таких мер. Но одновременно предлагаемые господином Кудрином меры не предполагают, по крайней мере, может быть, в будущем что-то они сочинят, но пока такой программы нет, только начинают ее, якобы, разрабатывать. Не предполагают и каких-нибудь нерыночных способов поощрения в России той самой инвестиционной активности, в том числе в сфере новых высоких технологий, которая совершенно справедливо называется сегодня нашей острейшей потребностью, острейшей потребностью развития. В кризисе, повторю, в кризисе на фоне серьезной неопределенности экономического и политического будущего страны, когда в кризисе падает и потребительский спрос, и инвестиционный спрос, совершенно невозможно без какой-нибудь новой, очень ясной и жесткой стратегической программы развития страны мобилизовать никакие деньги. Без того, чтобы было ясно, куда эти деньги пойдут, и будет ли прибыль, и будет ли, это немаловажная цель в России всегда, будет ли какой-то позитивный результат для страны, никакие деньги мобилизовать невозможно. А Россия сейчас оказалась в экономической, политической, и социальной ситуации острой необходимости догоняющей модернизации. Слишком глубоко и тяжело постсоветские годы ремодернизировали нашу экономику и нашу социальность. И несмотря на то, что в стране еще осталось немало кадров, компетенций и производственных островков, действительно высоких современных технологий, слишком многое за постсоветское время утеряно, а сделано крайне мало, слишком мало. Потому и нужна реальная программа, форсированная и догоняющая модернизации. Но это, понятно, должна быть программа, которая заявлена от имени государства, и главное, самим своим содержанием уже, не лозунгами, а содержанием, демонстрирующая, что государственная власть приняла решение эту программу строго и неукоснительно исполнять. И далее эта программа должна быть поддержана, прежде всего, инвестициями государства, а также понятными и решительными, конкретными антикризисными действиями государства. Между прочим, в мире есть немало примеров таких модернизаций, причем иногда, скажем честно, в худших стартовых условиях, чем у сегодняшней России. Были и примеры проведения таких модернизаций в условиях кризисов и санкций. Но при этом нужно говорить, что все такие успешные модернизации были авторитарными, то есть нарушающими в том числе законы так называемого свободного рынка. Это было в Китае, в Сингапуре, в Южной Корее, во Вьетнаме, менее успешно в ряде стран Латинской Америки, но это было во многих странах. Были ли в этих модернизациях какие-либо решительные ущемления демократии? Некоторые как бы были. Например, в Сингапуре и Южной Корее довольно сильные были ограничения, временные ограничения, на проведение запасовок в промышленности на транспорте. В Китае были ограничения на проведение митинговой демонстрации. Других мер серьезного, действительно серьезного ущемления политической демократии в большинстве реализованных авторитарных модернизаций не было. Были жесткие меры. Какие? Меры, не допускающие перехода политической борьбы в регистр уличных бунтов и вооруженных столкновений, а также попыток свержения власти по тем моделям, которые ныне получили наименование оранжевых революций. И я тут должен напомнить, что во время Великой депрессии в Соединенных Штатах очень демократичная администрация президента Рузвельта существенно ограничила право на забастовки, мощно ужесточила полицейский режим и наказание за нарушение правопорядка, а также вполне репрессивными государственными мерами фактически сгоняла безработных, прежде всего молодежь, но и не только в так называемые трудовые лагеря. Это было в Соединенных Штатах, это обнародовано широко, это не есть измышления неких конспирологов. А в этих лагерях в основном молодежь за мизерную плату, за еду и за кров работала, вкалывала, строила и ремонтировала мосты, дороги, акведуки, всякие разные инфраструктурные объекты, сажала леса и парки, чистила озера и реки. И, между прочим, что признают в Америке, в огромной степени создала ту Америку зеленых парков и автобанов, которые они до сих пор наследуют. И, между прочим, та же самая правительственная администрация реконструкции обеспечивала антикризисную и одновременно модернизационную программу Америки мощнейшими государственными сначала, а затем и частнокорпоративными инвестициями. И я не хочу здесь каких-нибудь аналогий, но нельзя не обратить внимание на факт, который в нашей прессе почти не появляется. Только после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь, когда выступления студентов, поддержанных, скажем так, переодетыми силовиками, об этом тоже пишут, на центральной площади Пекина против власти, были достаточно беспощадно разогнаны войсками и полицейскими подразделениями национальной полиции. При этом, по разным оценкам, погибло где-то от 200-300 до 700 или 1000 человек. Вот эти события я имею в виду. Так вот, только после того, как эти события произошли, в Китай пошли по-настоящему серьезные инвестиции. Сначала государственные, затем инвестиции тех внутрикитайских компаний, которые к этому времени уже вызвали и поднакопили жирок, затем большие инвестиции зарубежных китайских бизнесменов в Куасяо, а затем, несмотря на то, что за Тяньаньмэнь на Китай наложили довольно жесткие санкции, пошел массово косяком крупный иностранный бизнес. Инвестиции крупных, в том числе и западных, развитых стран, причем не портфельные, не фондовый рынок, то есть не спекулятивные инвестиции, а целевые, прямые инвестиции в производственные предприятия. А инвестиции пошли в Китай по той причине, что события на Тяньаньмэнь, конечно, очень неоднозначно и приветствовать подобное подавление никто не может, и не случайно они были решительно осуждены мировым сообществом, но тем не менее они показали миру, что китайское руководство полно решимости отстаивать свои суверенные права, то есть любыми, в том числе очень жесткими мерами, обеспечиваясь в стране социально-политическую, а значит и общеэкономическую, а значит и инвестиционную стабильность. Мир понял, что в Китай инвестировать можно, это надежно, там не сгорит. И тогда пошли крупные инвестиции. И по той же причине событий на площади Тяньаньмэнь на родину в Китай потянулись те зарубежные китайские научные и инженерные кадры, которые учились и работали в западных университетах и ведущих западных компаниях, просто потому, что эти ученые-инженеры поняли, что Китай принимает мощную, глубокую, очень амбициозную программу развития страны, и значит эти кадры китайские будут в стране востребованы. И что в Китае грядет не очередная смута, а в Китае очень хорошо это помнят. Периоды распада царств, периоды смут, периоды возрождения и так далее, там как бы привычно мыслить этими категориями. Они этого страшатся, но они еще пугаются, да, было, было, тогда, тогда, тогда. Так вот, они поняли, что не очередная смута идет, а совсем другое. Значит, это будет действительно технологическая, экономическая модернизация. И именно эти кадры, между прочим, возглавили сначала экономически с гигантскими темпами более десятка процентов в год, рост Китая, а затем и тот технологический рывок, который вот мы сегодня видим по его плодам, в том числе на наших рынках, весьма современные электронные и прочие техники. Так вот, возвращаясь к авторитарным модернизациям, напомним, какие действия в законодательной и исполнительной сфере, прежде всего в экономике, сопровождали переход к антикризисной модернизационной политике. Во-первых, это были, как в Сингапуре, Китае, Вьетнаме, законодательное оформление и далее реализации беспощадной совершенно борьбы с экономическими преступлениями, в том числе разными формами воровства и коррупции. То есть не только в Китае это расстреливали на площадях, в других странах было не менее беспощадно. В Сингапуре Ли Куан Юн за это наказывал не менее страшно. Во-вторых, это была существенная чистка полиции и судебных органов от непрофессиональных и коррупционных кадров. Ну, в Малайзии, в Южной Корее это мы наблюдали. В-третьих, это везде практически были меры по ограничению вывода капиталов из страны. Отмечу, что это не только в развивающихся странах, примеры которых я перечисляю. В частности, в кризисной послевоенной Великобритании для предотвращения вывода капиталов до середины 50-х годов. А по некоторым позициям даже позже существовали разные валютные курсы фунта стерлингов для внутренних расчетов, для торговых операций резидентов, для иностранных инвесторов, для нерезидентов и так далее. То есть, для того, чтобы вывести капиталы из страны с большой прибыли, были поставлены жесткие барьеры. И завлечь инвестицию в Великобританию оказалось возможно только целенаправленной, очень жесткой британской экономической политикой. Во главе с государством там были гигантские национализации, были железные дороги, уголь, многое другое было национализировано, и туда вкладывались сначала огромные деньги английской власти, государства. И под это удалось подтянуть, несмотря на запрет вывода активов из страны, валюты, под это удалось подтянуть солидные инвестиции зарубежные. Но и в Малайзии, например, в ходе модернизационных преобразований, а также в кризисе 1998 года, были введены количественные ограничения на вывод валютных доходов из страны. То есть нельзя сверх какого-то количества. А также жесткий запрет на вывод активов нерезидентов из фондового рынка до установленного при инвестировании срока. Ну, например, ты вложил деньги в акции раньше, чем через три месяца, ты их вывезти, то есть продать не имеешь права. Спекулятивная игра эти три месяца для тебя табуирована. Аналогичные меры, между прочим, принимали очень много стран, в том числе и ряд развитых стран Европы. Это не нововведение некой слаборазвитой Малайзии или упрямая наглость её бывшего президента Махаммада Махатхира. Нет, это достаточно широкая практика, которая явно нелиберальна, но о которой наши и другие нелибералы предпочитают скромно молчать. Далее, в-четвёртых, это главное, в Сингапуре, Тайване, Южной Корее и Китае были созданы и реализованы государственные программы инвестиционного и материально-технологического обеспечения приоритетных сегментов экономики. Программы развития, к которым, причём на льготных условиях, подключался местный и зарубежный, частный и корпоративный инвестиционный капитал. Именно на таких условиях государственно-частного партнёрства, очевидно, стратегического и долговременного, в обязательном порядке возглавляемого государственными деньгами и государственным администрированием, в Тайване и Сингапуре возникала и крепла сначала промышленность бытовой техники и электроники, а затем гигантская, лучшая в мире сегодняшняя компьютерная индустрия. Именно на таких условиях в Южной Корее появилась крупная автомобильная промышленность и самое мощное в мире, самое современное судостроение. Именно на таких условиях в Китае возникли современные тяжёлые цветные металлургии, современная индустрия строительства автодорожной и железнодорожной инфраструктуры. Сейчас они готовы во Франции, в Германии, где угодно дороги строить, потому что строят дешевле и лучше, чем западные компании. Появилось современное, в том числе точное машиностроение. Увы, мы, точмаш, станки вынуждены закупать в Китае, потому что у нас их практически разучились производить. И современные технологии добычи, переработки нефти и газа и так далее, и так далее. Вот это были те меры, которые были обязательны для того, чтобы развернуть догоняющую успешную модернизацию. А вот какие еще меры должны обеспечить успех российской антикризисной одновременно модернизационной программы? Конечно, подробно это обсуждать здесь бессмысленно. Это предмет отдельных, очень обстоятельных дискуссий, переговоров, обсуждений возможного, невозможного, приоритетов, очередностей и так далее. Но есть некие обязательные условия, принципы реализации такой программы, которые нельзя не перечислить. Это решительное отстаивание России всех элементов национального, политического, экономического суверенитета, как на международной арене, так и внутри страны. Убежденность российского бизнеса и всего российского общества в том, что эта программа всерьез и надолго, то есть что суверенитет России способен гарантировать ее реализацию. Вот поймите. И программа может быть всерьез и надолго, в нее поверят, только если государственный суверенитет способен гарантировать ее реализацию, дожить до ее завершения. Если этого суверенитета нету, если с ним слегка проторговались, то уже не получится. Далее. Жесткость карательных мер за неисполнение, за саботирование, за коррупционные и криминальные попытки откусить маржу при реализации программы и отправить эту маржу в офшорные гайвани. Система поощрительных мер и льгот, направленных на вовлечение в реализацию программы всех доступных для инвестирования российских капиталов, от банковских до промышленных, от офшорных денег до сбережений граждан. Система поощрительных мер и льгот, направленных на возвращение в страну эмигрировавших за рубеж российских научных, инженерных и образовательных кадров высокой квалификации. Выделение особых приоритетов развития тем, оставшихся в стране научно-инженерным коллективом и предприятием высоких технологий, которые сегодня становятся главным интеллектуально-технологическим капиталом для быстрого развития России. И, наконец, фундаментальная перестройка системы российского образования, способная испечь новое поколение не узкими компетенциями качественных потребителей в духе высказываний господина Фрусенко, а широким знанием, пониманием, творческим потенциалом строителей великой страны. И при этом нам вряд ли нужно бояться того, что очередные санкционные меры не позволят России выдержать внешнее давление. Как показал опыт сегодняшнего дня, Россия пока это давление, конечно, с трудностями, но выдерживает. Поставки наших экспортных ресурсов нефти и газа России запретить не могут. Некоторые мечтают, что вот отсечу, не могут. Хотя просто потому, что в сегодняшнем мире никто не в состоянии в среднесрочной перспективе эти наши поставки возместить. Нет таких желающих. Возможностей нет. Долговременные откаты цен на нашу нефть минимальным уровнем января этого года, там 27 долларов за баррель, которые, естественно, очень сильно сокращают наш валютный баланс внешней торговли, так вот они уже вряд ли возможны. Кратковременные – да, спекулятивные – возможны, долговременные – нет. За последние два года нефтяная отрасль во всех странах мира была совершенно катастрофически недоинвестирована. По разным оценкам в нее недовложили примерно 380 миллиардов долларов, которые надо было бы вложить для того, чтобы восполнить запасы. Так вот, цены сейчас растут не случайно, потому что запасы дешевых разведанных энергоресурсов в мире почти не остается, исключение там не у саудитов, у Ирана и Ирака, но они все равно не способны обеспечить полноценный спрос. Далее, внешний долг нашей страны, включая долги государства и корпораций, за два года санкций не поднялся, осенизился, причем более чем на 200 миллиардов долларов. И сейчас это примерно 500 миллиардов долларов. Причем из них государственный долг уже менее 50 миллиардов долларов. Он все время сокращается. А из оставшихся примерно 450 миллиардов долларов наших корпоративных долгов более половины это фактически долги нашей корпорации самим себе. То есть долги, которые российские филиалы наших корпораций, зарегистрированных в офшорах, как бы накопили своим материнским структурам тоже российского происхождения. То есть с этими долгами нужно разбираться, во всяком случае, в первую очередь, нужно им разбираться хозяевам этих российских корпораций, а не российскому бюджету, не российскому государству. Далее, внутренний долг России, это чуть более 7 триллионов рублей. Это где-то 110, может быть, чуть больше миллиардов долларов по нынешнему курсу. То есть это совсем небольшой долг по сравнению с типичными долгами современных развитых стран. Я не беру особое положение Америки, у которой долг уже давно превалил за 19 триллионов долларов, а других развитых стран, где там 100-120% ВВП, внутренний и внешний долг, это ничего, это не страшно, у нас несравненно меньше. Далее у нас есть валютные резервы около 390 миллиардов долларов, которые пока более чем достаточны для покрытия основных финансовых дефицитов в чрезвычайных ситуациях. А тратить эти, как угрожает Кудрин и угрожает вслед за ним Силуанов, на покрытие бюджетных дефицитов, и вот они уже в 2017 году кончатся, в 2018 уж точно кончатся, это некие мантры, которые предполагают, что Россия и дальше будет ничего не делать для того, чтобы повысить доходы, то есть будет падать, опускаться в расчете на то, что вдруг там санкции снимут. Тогда действительно до 2019 года резервов наших может и не хватить, если стараться их тратить на затыкание дыр. А если по уму распоряжаться, то это очень много. По нашей экономике, по нашим размерам, достаточный, по международным стандартам, объем международных валютных резервов около 120-130 миллиардов долларов. У нас 390, повторяю сейчас. Наконец, какие-нибудь принципиально новые экономические санкции, которые существенно затрагивают наши интересы, США и их союзники на Россию уже, в общем-то, наложить практически не могут. Доступный санкционный список возможностей для них уже почти исчерпан. То есть они могут придумать, что вот мы еще менеджеров крупнейших корпораций запретим к въезду в Штаты и Евросоюз, а мы еще, может, кого-то, ну, журналистов, может, по примеру, Украины запретить, потому что они, гады, ведут антинатовскую, антиамериканскую пропаганду. Но мне сомневаюсь, что до этого дойдет. Они все-таки, хотя чуть-чуть, в отличие от Киева, они чуть-чуть свое политическое РНМ блюдут. Не думаю, что до этого дойдет. А других серьезных санкционных инструментов у них-то не осталось. Поэтому боятся, что вот очередная волна санкций, ну, добавят фигур, добавят корпорации, которым будет труднее торговать. Ничего принципиально нового это не сделает. Что в этих условиях являют главные сегодняшние угрозы для России? Ну, по нашему мнению, их три главных. Две из них внутренние, одна внешняя. Первая главная угроза, действительно главная. Это отсутствие в значительной части российской политической и экономической элиты, а также участие российской власти, понимание того обстоятельства, что на новую перезагрузку в отношении с Западом и отмену ключевых болезней для России санкций в обозримой перспективе надеяться нельзя. Не будут они снимать, цели они другие, да давить Россию. Поэтому санкции только инструмент для этой цели, а совсем даже не наказание и совсем даже не морковка снятия для наших либералов. Наив. Соответственно, раз значительная часть нашей элиты и определенная часть власти надеются на то, что уступки дадут отмену или снижение жестких санкций, они, это часть элиты и власти, соответственно, принципиально не готова, психологически не готова к решительной смене нынешней мирно-либеральной экономической политики на новую антикризисную модернизационную политику. Это и психологическая неготовность, и понимание определенных частей власти, о чем говорил Сергей Иванович, что команды нету. И, наконец, то, о чем давно говорится, слишком у многих, слишком большие там интересы, они уже чувствуют, что все пропало, что там эти интересы не реализуются, но признаться внутренне даже самим себе, что все сдались, что оттуда пора бечь, вот не могут люди. И это есть. Вторая крупная угроза – это существование в России немногочисленной, но по-прежнему достаточно агрессивной и политически влиятельной социальной группы, которая мечтает о перезагрузке отношений с Западом любой ценой, хотя бы и ценой любых потерь суверенитета. И ради этого представители данной группы считают необходимым не только революционный снос нынешней российской власти по лекалам оранжевого бунта, что уже происходило на рубеже 2011-2012 года, такая попытка, но и уже снова готовы организовать только на гораздо большем серьезе, как они считают, попытку такого бунта при первом удобном случае, например, в ходе будущих парламентских или президентских выборов. Ну и, наконец, третья внешняя угроза – это ненулевая вероятность того, что нас, западный противник, устроит на Украине или вблизи наших границ в Прибалтике или где-то еще очень крупную, какую-нибудь террористическую, например, провокацию, обвинит в этой провокации Россию и попытается подавлять российский суверенитет уже внеэкономическими средствами, в том числе с использованием очень большого, нужно признать, военного потенциала НАТО. Но вот в любом случае нам нужно понять и признать, что нынешняя Россия, которую на Западе называют Россией Путина и которая в 2014 году впервые предельно, откровенно и жестко предъявила миру свои суверенные амбиции, так вот такая Россия без катастрофического саморазрушения отменить этот свой суверенный приоритет уже принципиально не может. Вот исходить нам нужно из этого. Спасибо. Перед тем, как обсудить, я просто прокомментирую что-то с такой вот как бы политической точки зрения. Мы можем сколько угодно обсуждать, что там желательно и что нежелательно и куда что движется, а жизнь такова, какова она есть. Катастрофический проигрыш 1991 года и вообще проигрыш советского проекта не мог осуществляться без того, чтобы не было еще некой глубокой червоточины. Вот тот гнойник довольства и покоя прорвавшись внутрь, он не дает понять откуда смерть. Вот без этого гнойника никакой так сказать крах советского проекта был невозможен. Значит, внутри что-то было. Нельзя говорить, что было просто несколько предателей, хотя они были. Нельзя говорить о пятой колонии, нельзя говорить об американском империализме, хотя все это было, потому что КПСС и ее актив, собравшийся, например, на 28 съезде, мог снять Горбачева и повернуть страну в другую сторону. Ему это ничто не мешало сделать, он этого не сделал, потому что сам этот актив облизывался на будущую приватизацию и на буржуазный путь. Это совершенно ясно. Можно еще перечислять дальше все эти причины, но смысл заключается в том, что катастрофы невероятно глубока, и, может быть, эта катастрофа не была бы столь глубока, но вторым фактором внутри этой катастрофы, кроме советского номенклатурного предательства, я этим не отменяю ни фактор козней ЦРУ. Естественно, что были козни ЦРУ, а почему нет? Мы были геополитическим противником. Естественно, что были козни мирового транснационального империалистического государства, высших элит. Конечно, были, но это не вопрос, это внешний враг. Были козни Гитлера, но почему-то мы были в Берлине. Значит, никаким образом это нельзя объяснить, иначе, как признав главное, то, что за любой крах отвечает правящая власть. За крах Российской империи отвечает Николай II, за крах временного правительства отвечает Керенские правительства, за крах Советского Союза отвечает КПСС как правящая направляющая сила. Никакой другой модели, как мне представляется, будучи нравственно честными, признать нельзя. И на протяжении последних 25 лет делается все возможное, чтобы бегать вокруг и не сказать этой правдой. А вот ЦРУ, ну, конечно, ЦРУ, а кто-нибудь спорит, разумеется. А вот американцы, разумеется, американцы. А вот это, а вот это, подождите, а вы где все были? У вас в руках были внешние угрозы, вы должны были смягчать или, наоборот, напрягать. Это был ваш вопрос. Вам, народам, были отданы все возможности. У вас была абсолютная власть в стране, руководящая, направляющая сила. Вы сами же от этого отказались. Вы ввели демократию, съезд народных депутатов СССР. Что у коммунистической партии Советского Союза не было большинства на этом съезде? Да было оно. Безусловно было. Что я не видел, как секретарь обгома поддерживали Ельцина, так сказать, там, на определенных ситуациях, уже на съездах РСФСР, так сказать, депутатов народных РСФСР, тоже было. Ответственность существовала, и мы должны бесконечно разбираться, почему, в этой самой правящей партии. Ленин говорил, что если она рухнет, то все будет плохо. Это и произошло. Это были первые тревоги Ленина по поводу того, что вот мы все власть взяли, но что-нибудь сделаем не то. Вот все эти, как нам реорганизовать рабкри на нашей революции и так далее, и тому подобное. Вот это примерно и образовалось. Предупреждали о том, что если не сделать каких-то крупных смен, то управленческий класс встанет в позицию правящего и захочет буржуазной реставрации. Были эти разговоры. Он это и сделал. Короче говоря, произошла мировая катастрофа. С крахом эсерокоммунистической системы произошли чудовищные процессы. Это ну вот никакой ледник, никакая смена оси не может сравниться с тем, что произошло. Эти процессы ударили по всему. По состоянию общества, по массе вещей. Этот фактор коммунистический придет назад если приложить невероятные усилия и нет никакой возможности спасти мир, если он не придет назад. Но сегодняшний день выброшен в сторону с площадки, на которой идет борьба. Борьба реально идет между буржуазными, национальными государствами и правительствами, то есть между проектом модерн, основанным на буржуазном суверенитете, на национальном государстве и прочее. И вот этой глобалистической машиной, такой, как я убежден, внутренне страшно гностической и собирающейся какую-то внечеловеческую декларатуру устанавливать на планете, которая называется глобализмом. Вот две силы, которые борются в Сирии, в Ливии, по всей Северной Африке, вот это вот наша борьба, это в конечном итоге борьба этих же сил, Китай, Юго-Восточная Азия, всюду конфликт в этом. Он является магистральным конфликтом эпохи. Вне этого конфликта и вне понимания того, что он сегодня является системообразующим, а возвращение или не возвращение коммунистической компоненты в мировую историю после того чудовищного пинка, который она получила и была отброшена в результате краха Советского Союза, это дело и мужества, и стойкости, и времени, и невероятных усилий, без этого борьба за человечество не может вестись на современном этапе. Совершенно ясно, что на этом этапе национальное и суверенное буржуазное государство является единственным препятствием на пути становления глобализма в его абсолютно внечеловеческой так сказать такой вот в таком варианте по отношению к которому Гитлер ничто. Если он придет, скажут, что Гитлер это гуманистический такой умеренный правитель. И он наступает, видно, что он наступает по всем направлениям, все тревоги, вот непрерывные интервью идут, там Папа Римского, там Кирилл выступает, патриарх, все реглезные лидеры говорят о том, что что-то нехорошее творится, что-то совсем скверное наползает, и что так нельзя. Значит, в этой ситуации нужно понять, что сегодня вопрос о том, буржуазные, националистические, национальные, суверенные государства или этот глобализм, это и есть главный конфликт эпохи. Это, как бы я говорил, о всемирно-историческом содержании процесса. Если национально-буржуазные государства откинут машину глобализма, то внутри них неизбежно произойдет глубокая трансформация, и тогда действительно может вернуться все коммунистическое, социалистическое. Если глобализм уничтожит сопротивление национально-буржуазных государств, то он никогда ничего не допустит, не только коммунизма, но и вообще гуманизма в целом. Он его раздавит до конца. В этом конфликте у России оказалось большее значение, чем можно было предполагать, ибо по всем разумным понятиям главный ответ глобализму и его лидеру Соединенным Штатам Америки должен был дать Китай. Как держава номер два и так далее и так неподобно. Китай держится в стороне, спрятался, выжидает, а русские, как всегда, оказались на острие этой атаки и сказали, что шоу, вот и нафиг это все. И тут что протесты против ювенальной инвестиции, что, так сказать, война в Сирии. Это все единые фрагменты одной объемной композиции, в которой есть место и культуре, и всему остальному. Мы не выдумали эту композицию, когда создавали Школу Высших Смыслов. Это реальный процесс. Вот так, как он есть. Внутри этого процесса существует некий расклад сил действующих в современной России. Сейчас задача заключается в том, чтобы помочь победе национально-буржуазного государства над глобализмом. Как это не звучит парадоксально, как это не, так сказать, противоречит неким тезисам о том, что давайте мы вместе с глобализмом свергнем национальную буржуазию, так сказать, и тогда у нас пойдет музыка не этапа сопляшек лес и горь. Это все преступное иллюзии. Единственное, что можно сделать реально, чтобы спасти мир, это сейчас на этом этапе всеми силами поддержать национально-буржуазное государство. Внутри страшно несовершенного национально-буржуазного государства, которым является Россия, второго ядерного государства мира, обладающего ядерным наследством СССР и сумевшего каким-то способом сохранить свой оборонный комплекс, могу сообщить присутствующим, если они не знают, что в натуральном выражении по торговле оружием Россия опередила Соединенный Штаб. В натуральном выражении, то есть имеется в виду доллар-рубль, все эти махинации с валютными курсами они приводят нас на второе место, что тоже совсем немало. Но вот если считать это все не в этих вот валютных петлях, а в действительных продуктах, штуках, продуктах, то это означает, что Россия на первом месте в мире. Так что разговоры о том, что мы только сырьевая держава, что у нас ничего нет, это сказки. Когда все эти изделия летают, да плохо, да воруют, да, так сказать, не вводят вовремя, но это не могу сказать, что это когда-нибудь у нас не было, да, может быть, это сейчас гораздо больше, чем когда-нибудь было, и может быть, при Сталине это было гораздо лучше. Не будем об этом тосковать. Произошедшее произошло, мы занимаемся не ностальгией, а реальной политикой. Есть государство, которое стало на острие, стало флагманом борьбы национально-буржуазной против глобалистической, и это государство России, у этого государства есть и ядерное, и иное оружие, есть какой-то драйв населения, и есть какое-то желание защитить национальную независимость, а наш суверенитет. Вот диспозиция на сегодня. каждый, кто в этой диспозиции пытается каким-то образом подменять реальные политические задачи ностальгийными воплями, каждый такой человек работает на врага. Вольные линии. Есть жесткая, беспощадная правда момента. Внутри этой правды момента есть вот это банальное в пределах России разделение, которое скучно обсуждать, но которое тем не менее является осью происходящего. Это разделение условно на консервативную и либеральную часть. Либеральная часть очень близка к глобалистической, а консервативная очень близка к национальной буржаме. Путин держал равновесие между двумя этими силами. Он является фигурой равновесия. При этом он считал и считает, что либералам надо отдать экономику, а этим военную стратегию и внешнюю политику. Эта граница была прописана и является внутренним, абсолютно не афишированным, ни в каких документах не закрепленным внутренним консенсусом путинской 16-летней эпохи. В этом суть. Отзыньте от оборонки армии и всего прочего и занимайтесь вашим центральным банком, вашими экономическими моделями, министерством финансов, копите так или иначе деньги, я вам отдаю эту прерогативу, а туда не лезьте. Сформировалось две группы. Все, что происходит сейчас является в каком-то смысле тихим и смягченным вариантом 22 июня 1941 года. Потому что ну или как если Вадим Владимирович Путин все цитирует красный оттайги до британских морей красная армия всех сильней там много ярких строк еще их все не буду приводить вот то значит можно сказать иначе в эту ночь решили самураи перейти границу реки но это сильнее чем переход самураями границы у реки когда три танкиста там что-то завели и поехали это сильнее и конечно я только условно могу это сравнить с 22 июня 1941 либералы перешли границу они атаковали святая святых консервативного лагеря я не просил Кудрина лезть в проблему суверенитета он качал бабки туда сюда прятал перегонял и жил себе припевающий воруй копи перегоняй мурлыч так сказать барахтайся в этих бабках что угодно не лезь в суверенитет это не твоя проблема этим занимаются другие люди в этом разделении попытка выступить и квакнуть на тему что нам вот здесь для экономики нашей нужно чтобы вы там геополитически снизили напряженность это нарушение фундаментальных правил игры во всю эту эпоху за это в предыдущую эпоху да происходило то что происходило с Березовским Ходорковским и другими это не ваше поле вы вот здесь все делайте это началось не этим заявлением Кудрина которое мы рассматриваем в сущности что-то содержится и в ответах президента на вот этой горячей линии или как называется прямом обращении с народом где все время внутренняя тематика вот дороги и все остальное была значит была первая часть атаки у них же огромная сила и огромная возможность заходить и так далее первая часть абсолютно незримая потом была вот эта вот линия Путина на которой тут вот уже начались какие-то эти вещи какие-то вещи отражаются и в этом деле Савченко и так далее это отдельно разберу а потом Кутрин сказал что ну как бы нужно снизить геополитическую напряженность иначе мы стратегически ничего не можем делать вот не можем ничего делать стратегически вот мы отстали навеки это сказал президент IBM фирмы forever и потому нам надо мириться с американцами чтобы получить у них технологии а чтобы мириться с американцами нужен демократический выбор а чтобы были демократические демонтировать КПСС а чтобы демократические выборы были действительно демократическим надо допустить парад суверенитетов а чтобы допустить парад суверенитетов надо допустить расплаты когда мы допускаем расплаты уже никаких технологий нет приходят другие хозяева начинают выкачивать нефть и не платить налоги все вот сейчас происходит нечто тихое но по масштабу это же самое сначала мы заходим и говорим а что мы можем а все плохо а бабок нет а ой-ой-ой и все такое потом мы видим что у нас что-то даже получилось и уже у нас там переднесены акценты во внутреннюю проблематику за это геополитическое потом мы говорим мы требуем снижения геополитической напряженности прекрасно известны что такое а потому что мы хотим спасти родину родину хотим спасти вернуть сюда технологии да и инвестиции а потому что без них как без воды и не туды и не сюды поэтому мы как бы во имя своей экономической программы просим все вот здесь обуздать ответом на это стал вопрос о том что суверенитетом мы торговать не будем но это мало это ответ лезь сюда и здесь сиди тихо надувай губы ворой качай бабки вертись туда-сюда черту не нарушай поскольку самурай нарушил черт перешел границу у реки и явно ведет системное наступление и это этим не кончится надо сейчас немедленно не просто дать отпор самураю а ворваться в город на плечах неприятеля если самураи залезли сюда то они тем самым просто вынуждают нас залезть сюда и мы лезем не потому что нарушаем консенсус а потому что они нарушили консенсус закон о разделении властей военно-внешнеполитической и экономической это нигде не оговоренный незыблемо соблюдаемый закон путинской эпохи он его нарушил кудрин он сюда полез не я полез туда но если он сюда полез то я лезу сюда все зафиксировано видеокамерами хулиган напал да можно отвечать теперь я отвечаю первое он нагло врет как и весь этот экономический блок как и те кто стоят за его спиной и спрятались за нею как и все эти чубайсы кто там еще у них там есть высшая школа экономики этот как его там Кузьмино и все остальные вместе они нагло врут что денег нет деньги есть есть золотовалютный резерв есть деньги наших корпораций есть деньги на счетах банков есть огромные накопления населения есть деньги у нас на руках около триллиона долларов у нас очень маленький по отношению к другим странам внешний долг у нас приличное состояние населения для этих целей поэтому единственное что нужно сделать это действительно намотать на этот наконечник всю остальную систему но делается это просто во всем мире и другого метода нет государство создает железно исполняемые беспощадные и эффективные целевые программы стратегические вот этого модернизационного развития вкладывает деньги оно оно эти программы заваливает деньгами и расстреливает и расстреливает каждого кто сунет свою грязную лапу в эти деньги в эти деньги совать уже нельзя кончилась халява все когда это происходит и все видят неукротимую волю государства к такому поведению да то и оно сорит этими деньгами так сказать помогая да то на эти бабки прилетают первые грязные мухи наши национальные капиталисты с их бабками они все прилетят туда а когда они прилетят вместе и надо будет шлепнуть десяток который захочет восстановив как бы расстрельную статью сунуть туда свои грязные лапы что-то отмывать и назад прокачивать как только они туда прибегают и там заколготятся с большими доходами точно знают что это надолго и им это надо показать это нельзя сделать без политического разгрома они все этот поезд поехал туда когда это произойдет придет иностранный капитан на коленях приползил и ему до глубокой сени кто мы такие его это не интересует права у нас человека не права человека его интересует сколько он заработает пытаться ему понравиться это самая идиотская идея которая может быть если кто-то из них ее реально исповедует тогда они полны идиоты это возможно прочитать по лицу кудрина кто он такой трудно может быть и так maybe но если они не идиоты то они просто нагло вручая мразь потому что никогда никакая акула империализма мирового не даст тебе ни копейки потому что ей понравился он перепутал это с дворцовой системой западный капитализм придет тогда когда он поймет что ему выгодно и ты для него хорош только если это выгоден если ты не выгоден нет тебя а если ты еще шатаешься и у тебя там внутри какой-то бардак между либералами и консерваторами тебя просто нет зачем тебя тогда к тебе приходить надо тебя грохнуть а потом прийти понятная логика любого уголовника а никакой разницы между логикой этого уголовника и логикой поведения крупнейших акул мирового империализма нет та же логика значит вот тогда они прибегут и это есть альфа и омега любой модернизационной системы буржуазно-национального развития нет другой модели буржуазно-национального развития нет ее в природе ее не бывает если в оккупационных моделях что-то начинают развивать то начинают развивать только потому что хотят на кого-то заточить зачем развивали немцев там или там японцев да во-первых их не развивали их встраивали в свои модели это было зависимое развитие но оно было развитием потому что они должны были воевать с советским союзом с кем мы должны воевать чтобы начали нас развивать с китайцами понятно же что просто так зависимое развитие не осуществляется кроме того нет по отношению к россии этой модели зависимого развития никто не собирается ее так использовать в 21 веке ее хотят расчленять она мешает фундаментально она не вписывается в глобальный проект нет ей там места значит единственное что можно сделать ах бабок мало ах ты хнычешь или изображаешь тут хныканье по поводу того что тебе нужны технологии технологии не дает никто технологии никогда не дает никто вообще их нельзя получить их можно украсть изобрести или скопировать больше ничего а что касается инвестиций то инвестиции инвестициям рознь если к тебе заходят твари которые хотят выкачивать у тебя тысячи процентов в год это инвестиция это грабеж портфельная инвестиция это инвестиция это грабеж и провокация соровских так сказать выкормышей стратегическая инвестиция вообще отдельная вещь и придут только тогда когда поймут закрутилось зажило убедились проверили пять раз понюхали попробовали пошатать не получилось вот тогда придут так если вы мешаете нам проводить соответствующую внешнюю политику и соответствующую образом отставить геополитические интересы и полезли сюда мы отвечаем выхнычите что у вас мало бабок у жжете у вас есть триллион долларов есть это мало до глобального развития стран для стратегического я имею ввиду развития не глобального а стратегического это мало но это не мелочь это суммы которые не произносятся иначе как шепотом у нас есть этот триллион значит его мало значит еще мощнее должны быть эти государственные частные корпорации которые будут проводить эту линию на развитие еще больше надо успеть потратить чтобы следующий эшелон притянуть а следом за ним должны прийти иностранные но тогда они придут на тех условиях которые поставит суверенная страна так же как они приходят в Китай и даже тогда они технологии не дадут Китаю только что комиссия Соединенных Штатов Америки там экономическая запретила покупать даже блокирующие пакеты тех американских корпораций которые связаны с технологиями высокими по-настоящему высокими туда не лезь не лезь это наше мир очень жесток никакой другой модели развития нет все что они предлагают фигня хоть Крым отдадут при этом все полетит кверх тормашками и будет вообще уже недоразвитие потому что чтобы ты развивался или нет ты должен быть должен быть субъект существовать когда ты рушишься в качестве бытия кто тебя будет развивать но даже если все отдать и сохраниться субъектом ни гроша не дадут ничего может быть вот эти нужные спекулянтам дешевые западные кредиты чтобы они сюда тащили тут отмывали деньги перекачивали но это не имеет никакого отношения к развитию а про технологии вообще забудьте и все же они знают что это так вот что бесит значит тогда мы говорим не о каких-то высших там приоритетах социалистического коммунистического развития об этом поговорим после мы говорим о том чтобы двинуть машину национально буржуазного развития России двинуть ее вперед она такая другой быть не может ее нет в природе нет страны которую можно назвать в которой что-нибудь происходило иначе значит конечно эта машина обладает двумя недостатками первое она совершенно несовместима с либеральным блоком но если либеральному блоку не имется и он лезет не в свои дела ответить ему надо следующим образом если существование России несовместимо с тобой ты уходи 16 лет они не лезли чуть-чуть квакали там при медведеве перезагрузка для детей инвестиции опять ну чуть-чуть и они были отброшены сейчас они пошли свиньей поэтому я предлагаю такой тихий интеллигентный текстов в отличие от моих текстов Юрия Вольфовича без всякой иронии говорю совершенно этим восхищать принять за основу нашего заявления теперь я все-таки скажу о политике имеют место некоторые события и высказывания которые мне может быть и не хотелось бы комментировать потому что субъекты этих высказываний автора этих высказываний и организаторы этих событий ну мне представляются недостойными того чтобы их комментировать но тем не менее сами события и сами высказывания выходят за рамки так сказать того что представляют собой как бы те кто организуют события и нечто говорят поэтому мне хочется это прокомментировать с общей точки зрения и как мне кажется понять это можно только с какой-то общей точки зрения в чем эта точка зрения состоит она состоит в том что разумеется советский союз там коммунистическая система которые стали одним из решающих факторов 20 века вызывали очень разные чувства у разных людей были патриоты националисты супернационалисты которые там ненавидели советский союз и при этом любили там великую россию или не знаю что великий татарстан или великую украину великую армению великий азербайджан великий сазахстан все что угодно они были эти люди как бы как только распался советский союз вошли в пантеоны соответствующих националистов татарских там башкирских не важно там казахских армянских азербайджанских белорусских украинских и так далее но дело заключается в том что эти так называемые крайние националисты горевшие самыми разными чувствами искали силу которая в состоянии им помочь разрушить советский союз и на обломках этого советского союза создать там свои национальные государства свои там великие государства и так далее и тому подобное они боролись при этом и с коммунистической системой и за создание вот этих вот отдельных государств в самом тяжелом положении находились русские которые искали той или иной помощи а помощи этой после 1933 года искали у Гитлера потому что чувствовалось что Гитлер ненавидит коммунизм чувствовалось что Гитлер рано или поздно будет воевать с советским союзом все это понимали что 1939 год это некая пауза и все равно нападет подчеркиваю все это понимали включая советское руководство иначе до Урали не сделали бы до начала войны все нулевые циклы для будущих заводов а их сделали итак Гитлер нападая на советский союз не хотел строить Россию великую Россию Гитлер строить не хотел и все эти националисты татарские башкирские там ну гад говорю удмуртские не знаю что белорусские или украинские имели шанс что-то построить армянские азербайджанские а русские не имели потому что нельзя одновременно с татарскими или башкирскими националистами бороться против коммунизма за великую Россию потому что или великий Татарстан великая башкирия или великая Россия эта борьба совместно невозможна одно исключает другое кроме того Гитлер и его последователи в дальнейшем американские и прочие готовы были оформить этот татарстан или там Армению или Азербайджан или что-нибудь еще единственное к чему они были не готовы это оформить Русь хоть какую-то большую автономную она должна была быть уничтожена окончательно этого государства быть не должно было поэтому все русские националисты оказались в крайне сложной коварной странной ситуации ситуации совсем другой чем остальные националисты даже в отношениях с Гитлером почему там конгресс при обащенных народах входили народы кроме русских а потому что не нужно было американцам или украинцам которые вместе с американцами создавали этот конгресс чтобы еще и русский народ там каким-то способом оформился потому что как только он начинает оформляться все остальное так или иначе подтягивается к нему по принципу из известного фильма если я встану то ты ляжешь слишком большой народ поэтому его суверенитет его государственность не предполагали ни Гитлер ни американцы после 45-го года те из американцев кто планировал исчленение Советского Союза этого не было поэтому все крайние националисты тянувшиеся ко внешним силам гитлеровским или американским русские оказались наиболее странном положении не говоря о том что Советский Союз воплотил в себе все то о чем мечтал так сказать русско-имперское сознание союз нерушимой республик свободных сплотила навеки Великая Русь до Берлина зона влияния некой империи она очевидным образом для всех является русской ну тошнит от коммунизма но русское величие Деникину понятно и Деникин соответствующим образом к нему относится когда Советский Союз распался и начался не только парад суверенитетов но и парад национализмов каждый анклав так сказать суверенное государство соответствующее там Азербайджан Армения там Беларусь Украина и так далее заполучили своих крайних националистов в том числе и тех кто сотрудничал с Гитлером а потом с американцами если успел соответственно в каждом из этих движений за национальное освобождение оказался встроен серьезный компонент такого ультра национализма который успел провзаимодействовать и с Гитлером и с ЦРУ в дальнейшем эти куски национализмов оказались встроены в так называемые движения за национальный суверенитет когда начались все те процессы которые привели сейчас к самостоятельной более или менее политике Российской Федерации к тому что Российская Федерация стала наследником СССР и в деле Великой Победы и в каком-то представлении вот таком о суверенитете такого типа который позволяет сдерживать Соединенные Штаты и продвижение глобализма возникла очень странная ситуация потому что в эту ситуацию потребовалось как-то встроиться так называемым крайним русским националистам ярым ненавистникам Советского Союза поклонникам Гитлера готовым сказать что 22 июня это невеликая наша трагедия это день отмщения русских за то что их там ущемили при построении Советского Союза и распаде Российской империи вот все эти силы должны были как-то встроиться в процесс часть из них сразу встроилась банальным образом на стороне антирусских сил и есть такие крайние русские националисты которые встраиваются в украинские движения во что угодно а часть из них заняла двусмысленную позицию потому что они то начали как бы пристраиваться к тем движениям которые стали бороться против Америки против ЦРУ против окончательного уничтожения Российской Федерации против наступления НАТО и всех остальных антирусских сил запада на нашей границе против всего что угрожало окончательным разрушением Российской Федерации они пытались строиться в эти силы а встроиться в эти силы на пругитлеровской позиции на позиции поддержки тех кто взаимодействовал с Гитлером Власов это или кто бы то ни был еще Республика Локоть и так далее невозможно невозможно как потому что все эти движения фактически синтегрированы с теми кто взял гитлеровское наследие то есть ЦРУ и так далее и носят однозначно анти российский характер потому что носят характер проамериканский нет эмигрантских дееспособных русских движений не интегрированных в американский в целом западный мир и в ЦРУ и во все остальное их нет они интегрировались туда десятилетия и десятилетия назад они плотно там сидят с ними невозможно взаимодействовать в деле борьбы с ЦРУ Америкой американским влиянием и так далее если ты дружишь с ЦРУ и Америкой ты можешь с ними взаимодействовать они там в банке вписаны во всякие во все остальное они деньги могут помочь добыть там не знаю с кем-то познакомить но как только ты начинаешь бороться они не открепятся от этого они не могут от этого открепиться и не дураки они чтобы от этого открепляться все эти Палина Голицына и прочее никакого они отношения к России в строгом смысле слова не имеют как только Россия вступает в фазу холодной войны конфликта так сказать с Западом и так далее не могут они позволить себе открепиться от этого Запада они там живут у них там корни у них там семьи у них там капиталы и все остальное а ведь они являются запускающим механизмом по отношению к которым все эти ультра-русски националистические движения это просто шестерни приводимы этим запускающим механизмом все запускающие механизмы там находятся а все остальные эти почитатели белого дела это просто шесть они вращающиеся так как надо этому механизму как только я понял что на Донбассе начинается перехват управления этими структурами я знал что будет дальше сначала эти структуры там заявят что 22 июня это день отмщения что они на самом деле являются ультра антикоммунистическими и так далее и так или иначе они начнут перестукиваться с другими новофашистскими структурами потом они нащупают связь с бандеровцами потом они начнут играть вместе с бандеровцами в двусмысленную игру и эту ту игру и нащупали на Донбассе два года назад ее то и сорвали тогда потому что вместе бандеровцы это так называемое ультра-русское движение за Донбасс и все прочее возглавляем этим стрелковым Гиркиным они же и снюхались там уже можно было об этом говорить предъявляя людям зачумленным этим ощущением того что ах ах как там этот патриот Гиркин воюет на Донбассе можно было сколько угодно говорить и никто ничего не понимал до момента когда этот Гиркин сдал ключевые донбасские территории бежал оттуда и хотел дальше бежать из Донецка это надо было останавливать срочно бюрократия в таких случаях не помощник она будет три месяца думать кто это затеял кто ему дал тайный сигнал и так далее а ему никто не дал тайный сигнал кроме бандеровцев они договорились о мятеже этот будет все время орать что Путин слил Путин слил и бежать с Донбасса он отдаст территорию Донбасса бандеровцам и поднимет мятеж в Ростове или где-нибудь еще они к этому шли когда по ним ударили по-настоящему и теперь через два года все видно что мы видим два года сживали какую-то жвачку покровителя этого Стрелкова Гиркина по поводу того что он путинец ну там антисурковец и вот он такой вот патриотическое крыло Путин теперь что он говорит что он теперь то говорит что он начал свою священную войну против Путина все власть предателей власть негодяев власть неизвестна еще кого Путин сам негодяй и так далее сразу кто бежит к нему в объятия Навальный кто начинает после этого поддерживать вот сейчас начнет поддерживать западная пресса все это такой вот Ельцин против Горбачева такая вот фигура встроенная как бы для удара справа с националистической стороны по существующей власти чем это чревато да тем о чем говорят друзья этого Стрелкова тем что от конституции должно быть отменено государство заново перестроено части этого государства должны быть отделены ну все то что было с Ельцином Ельцин 2.0 как часть перестройки 2.0 удар обязательно должен был последовать оттуда с этой националистической стороны он последовал теперь то никто не будет спорить вот извиняются передо мной еще еще раз говорят вот ах ах мы же не знали мы не думали а что тут можно было не думать это все было очевидно особенно было очевидно когда он бежал бросил территории оставил их без всякой необходимости и готов был сам рассказывает об этом бежать дальше из Донецка отдав всю территорию бандеровцам вот бы они там повеселились как следует а под вопли Путин слил они бы подняли мятеж в Ростове что из этого вытекает из этого вытекает то что все эти крайние националистические силы сильно провзаимодействующие с Гитлером и взаимодействующие потом на базе распада СССР с гитлеровскими последователями теми кто это гитлеровское наследство взял под себя там Ален Далес неважно английская разведка и все прочее они не суверенны они не заняты своими территориями своими национальными суверенитетами они заняты этими суверенитетами постольку поскольку им это позволяют делать их западные хозяева чем они радикальнее тем больше эта зависимость это вхождение в единый неофашистский блок который окормляется Америкой американской разведкой называется он антибольшевистский блок нации или как-нибудь еще он весь един это не автономная сила эта сила зависима от запада в той степени в какой запад поддержат суверенитеты она может на эти суверенитеты работать в той степени в какой запад против этих суверенитетов она будет эти суверенитеты разрушать она подчинена западу эта сила она не является в этом смысле национальной теперь в наибольшей степени антинациональной является русская часть этой силы потому что в наименьшей степени запад хочет делать что-нибудь с русским суверенитетом. В варианте существующей власти, любой другой. Не нужно ему это. Территория готовится к расчленению. Нужны расчленители. Когда эти расчленители, я не знаю кто, башкиры и татары, понятно, они могут говорить о своих национальных и государственных интересах. Тоже будут те еще интересы, но хотя бы на словах это понятно. А когда это русские, то о чем они говорят? Ну вот они и говорят устами разных мерзавцев о том, что будут русские субэтносы, что будет там, не знаю, Северная Русь, еще какая-нибудь Русь. А расчленение они говорят. Одни говорят об этом откровенно, а другие, так сказать, говорят об этом шепотом на своих секретных встречах, а орут о русском великом державном деле и о том, что, так сказать, вот существующая власть этому делу изменяет. Все вписано в эту матрицу. Говорили об этом, объясняли этот общий принцип. Вот он полностью себя показал в том, что касается, так сказать, этого Стрелкова-Гиркина. Теперь что будут говорить его покровители? Все эти Малахеевы, так сказать, их союзники, Малахеев сам прекрасно перечисляет, кто его союзники. Все эти ультрапатриотические группы с конфессиональным, с таким огнем, сильно сопряженным с не русской православной церкви, а с другими конфессиями православными, которые опять-таки находятся в соответствующей зависимости от Запада. Вот что они теперь будут говорить? Они все говорили, что они ведут Стрелкова, что он будет частью этого самого русского дела, что это такое консервативное крыло путинизма. Где это консервативное крыло путинизма? Что теперь будет говорить весь этот так называемый православный блок? Он же должен что-то сказать, а ему сказать нечего. Теперь о других республиках. Он поднимается крик по поводу нждэ. Нждэ – это такой армянский деятель, который действительно взаимодействовал с Гитлером и так далее на националистической, антисоветской основе. Вот все эти какие-то там армяне, которые русских националистов, которые сотрудничали с Гитлером, гнобят, они же своих не будут гнобить. Почему это мы не будем? Будем. Провзаимодействуй с Гитлером, отправляйся в эту обойму. Нждэ не мог в нее отправиться, потому что он оказался в советской тюрьме и умер в советском лагере. Но, конечно, все эти ультра-националистические силы, которые, так сказать, кричат об его имени и которые успели вписаться в ЦРУ и во все прочее, они являются такой же частью вот этого западного, прозападного конгломерата, который, так сказать, крутится по указке, так сказать, западных центров, как и азербайджанские силы и прочие. И будут они в итоге вместе? Ультра-национализм азербайджанский, ультра-национализм армянский будут вместе, потому что они будут связаны через эти терминалы. И будут их крутить, куда хотят. Поэтому, поверьте, у тех, кто отстаивает день победы, величие победы, победу, как главную ценность, вокруг которой строится русская история, и победу, как главную гуманистическую ценность 21 века, не залежится осудить все, что связано с ЖД и так далее. Вот только поймите общую логику-то этого процесса. Общая логика заключается в том, что как только начался парад суверенитетов и все эти распады, вынырнули эти герои. Потому что для националиста Агалделова, который ничего не понимает в том, что касается вот этих двойных игр, конечно, каждый из такой НЖД, армянский, или какой-нибудь его аналог в Азербайджане, или в Татарстане, или в Украине, где-то герой. А как же? Против русских боролись? Против коммунистов боролись? С кем при этом обвалялись вместе в грязи? Это не имеет значения. Отстаивали великое дело. Значит, во-первых, великое дело нельзя отстаивать, все время обваливаясь в этой грязи. Во-вторых, в ней нельзя бесконечно валяться, не оказавшись пристегнутым к этим самым западным центрам. А когда ты к ним пристегнут, и сейчас начинается последний этап большой игры, связанный с расчленением России, то ясно, на что тебя будут затачивать? Тебя будут затачивать против русских в западных интересах, и с националистических позиций ты будешь все это проклинать. А русские националисты что будут делать? Они тоже будут говорить, что, так сказать, крах Российской Федерации, это последний крах русской государственности, для них желанен, потому что по ту сторону него они что-то выстраивать будут. Их уберут с этого поля, как самых грязных шавок. Кому-нибудь что-нибудь оставят в этой империи, так сказать, из микронационализмов. А этот русский национализм, конечно, в итоге будет зачищен до конца. А все, кого в него встроили, все эти, так сказать, господа, они мирно поедут отдыхать, кто в Венецию, кто куда-нибудь еще, а кто и под нож. Это уж как кому повезет. Кого сохранят, как агентуру для завтрашних вещей, для полицайского такого управления оккупированными территориями, а кого под нож пустят. Разбираться будут хозяева. Вот в чем общая форма ситуации. И исходили-то мы в тот момент, когда действовали определенным образом на Донбассе из этой формулы. Увидели рядом мерзавца, который начал орать, что там 22 июня, день отмщения. Было ясно, про фашистский блок нету табу на сотрудничество с гитлеризмом. Услышали про фон Панвица и все прочее. Опять стало ясно. Увидели, как раскалывали, так сказать, единство про советских и антисоветских сил. Опять стало ясно. Но все это были мелкие ясности до момента бегства. Людям показали, это человек, который сдает территории, бежит, оголяет фронт, готов убежать дальше вообще с территории, которую он должен отстаивать. Это враг. Че орали? А-а-а-а! Это наш русский миф, это миф. А-а-а-а-а-а-а! Потом это путинист, путинист, но это против Суркова, это против кого-то. Че теперь? Че теперь-то? За этот базар рано или поздно надо будет ответить? Во-первых, надо будет ответить политически, а во-вторых, надо будет ответить экзистенциально. И накручивать тут всякие ситуации, НЖД больше, меньше, не на тех напали. У нас не залежится разобраться с каждым союзником Гитлера, потому что каждый союзник Гитлера в сущности, вне зависимости от его личной судьбы является по большому счету сначала союзником Гитлера, а потом союзником Алена Даллеса. Так построено это, значит, врагом всего, что связано с независимым развитием постсоветских государств вообще и Российской Федерации в первую очередь. Стрюков заявляет, откат Путина на позиции либерального крыла его окружения продолжается стремительно и непрерывно. Без каких-либо публичных объяснений комитет 25 января самоликвидировался и переучередился в общерусское национальное движение под руководством Эльгория Стрюкова. То есть сделано то, на чем нас чего требовал Просвирнин. Помните, да, он выступил, говорит, я человек скромный, но если Стрюков хочет выжить, пусть быстро это делает. Опубликована декларация, строго бутвоедческий одни декларации, программ заявления, но не разница. Откровенно говоря, всю последнюю неделю, узнав о перенавании комитета, я пытался, я это не я, это такой Анатолий Несмеян Эль Мюрид. Я пытался объяснить москвичам, что они совершают принципиальную ошибку. Однако, увы, еще одной организации профессиональных русских стало больше. Однако, чем она отличается от бесконечного числа от остальных таких же, для меня так и не стало ясно. Потому что там Гиркин будет кушать. Ему же тоже надо кушать. Гуманитарной помощи мало? Мне не ясно лишь один вопрос. Как быть людям, которые поверили первоначальной идее объединения разных взглядов и нахождении точек соприкосновения и даже успели за это время создать отделение К-25, как у нас в Петербурге? На мой взгляд, создать националистическую организацию тупик, как идея, так организационная. Национализм может быть решением задач, нужной целью на дворе 21 века, а не 18-е. Мое отношение к происходящему категорически отрицательно. Что решат люди, которые поверили и первоначали людей, будут решать самостоятельно? На мой взгляд, совершена ошибка, отыграть его уже невозможно. Чего вы опили эти клопы? Что они вылетут на протяжении этих лет? Великий стрелков, все. Теперь это же черт с ними. Кто такой этот демьорист, что вообще никто? Микроскоп не видно. Но есть же другое. Значит, этот манифест националистического нового движения, общерусского национального, да? Мы считаем, что существующий в России порядок обречен, причем в ближайшей исторической перспективе. Мы отказываем нынешнему политическому режиму в поддержке. Вот он так нуждается в твоей поддержке, что вопрос это. Но дело уже не в этом. У этого клопа под названием стрелков и его клопиков, эльмиридов и прочих, у них же есть спонсоры, опекуны, а это часть элиты. Она нам что обещала? Что этот стрелок будет прямо в оперативном отношении точно по курсу. Что он не вздохнет, не выдохнет. Есть более грубые военные проговорки, И чего? И что я вижу? Я вижу мятеж. Так черт с ним, мятеж клопа, это мятеж клопа. Я спрашиваю о тех, кто этот зоопарк клопов-то выводил. Они то, что думают? Они нам говорили, что они оперативно ведут. Так ты ведешь или нет? Элитарии чертов. Если ты ведешь, значит, ты его ведешь на мятеж, что мы тоже говорили. А если ты его не ведешь, то ты импотент, а не оперативник. Значит, смысл заключается в том, что это провал белогвардейской группы. Или мятеж белогвардейской группы. А если это ее мятеж, то это согласованный мятеж. Либеральная группа суммарай идут с двух сторон. Эти говорят, уйдите на уступки, а те говорят, предательство и уступки, и мы отказываем в поддержке. Дальше этот он же вертится, он же на подписке стрелку. Деркин-то. Было понятно сразу. Его на подписке давно раздавили. А он болтается как дерьмо в проруби. И надоел смертельно. Мы отказываем нынешнему политическому режиму в поддержке. Данное положение тоже не избежало достаточно подробного обсуждения. Принципиально не возражал никто. Людей, у которых остались иллюзии, что поддержка нужна Путину и вакамаде. Хотя теоретически среди нас уже нет. У него востребуют другие люди, другие идеи. Но предлагалось заводу. Причем дополнить это чем-то у Путина, у которого востребованы другие люди, за исключение предстояния внешней агрессии против Российской Федерации. После обсуждения дополнение было отвергнуто. Ама, потому, потому, потому. Вот у них липкие лапки за деньги капитулируют. Это не важно. Все. спрашиваем не этих тварей, потому, что их спрашивать? Природа была понятна. Спрашиваем оперов и тех, кто руководит операми. Где обещанная ошейник с поводком? Где поводок? Либо вы своих клопов натравливаете, либо вы их не контролируете. Выбирайте из двух. либо принимайте решение. Мне вас учить? Вы уставных требований не знаете? Инструкции не читали? А дальше Алексей Навальный говорит, вот, зашибись. Особенно хорошо. Мы считаем, что сущущий порядок обречен, причем в ближайшей перспективе. А дальше абсолютные доказательства связи Навального с Браудером. не по каким-то там вытащенным серверам, а уже по всему. Все скрыто. Все засвечено. Вся переписка. Все. Так что получается? Что Навальный этот радуется этому новому документу, да? Значит, он вместе уже. Они объединились. Что и должно было быть? А кто вел Навального? Те же опера, которые вели Стрелкова. И чего мы видим? Мы видим, я лично вижу мятеж. Согласованные действия групп. Браудер, Навальный, Стрелков. Все, они же есть вместе. И все эти кудрины, они пошли в атаку. А Путин, не Путин, я не отвечаю за чьи-то действия. Я объясняю картину. Ну, дальше, так сказать, вопрос заключается в том, что Демушкин и все прочие тоже пошли в атаку и сказали, что Украину не надо было это, что чудовищная ошибка была с тем, чтобы брать Крым и так далее. Дальше начинается история Савченко. Все, что я говорил о Савченко, я говорил тогда, когда надо было говорить, и по каналам центрального телевидения, я сказал, что это грубая политическая ошибка, я сказал, все, на этом телевидении мне должны были закрыть туда дорогу. Что произошло? за кулисами стояли руководители, которые заключали меня в объятия. Да, но что теперь произошло с этой Савченко? Я все равно считаю, что это ошибка, но эта Савченко вязалась в смертельную войну с Тевашенко. Просто в смертельную. Тевашенко пришла с цветами, чтобы это все предоставила. Она сказала, ты, я с тобой разберусь, кто ты такой? То есть, на самом деле, вопрос заключается в том, что туда запустили эту дамочку. Я не буду искать объяснений в том, под чьим оперативным контролем она находится. Это не мой вопрос. То, так сказать, там, что бесконечный вкус к спецслужбистским играм перекрывает вот такое представление о идеологии и политике. С точки зрения идеологической нельзя было отпускать. Она была очень неприятна, совершенно неясна, кто ее нам подсунула, и нафиг нам была нужна эта узница совести. Ну, раз уж есть, ну, пусть сидит. Уже много накричали. Но тут история другая. Мы ее перекодируем, запустим в зоопарк, она в зоопарке съест вот это, напугает этих. Понятно, да, там идет такая стратегия хаоса. Я говорю, я всегда считал, что идеология выше комитетских игр, но я совершенно не собираюсь рвать на себя остатки волос, даже не знаю, как это сделать, вот, по причине того, что кому-то понравилось сыграть эту игру. Она сейчас там много перебьет посуды. А если она еще призовет к обострению ситуации, то кто первый перейдет границу руки, тот уже не выйдет. Если они двинут масштабно, я думаю, что это все кончится тем, что Минск-3 будет намного аппетитнее Минска-2 и будет выполнен полностью. Вот тут масса документов о том, что дорогой мистер Браудер и как шла переписка Навального, так это все вместе. Вот еще одна система. Вот что такое либерал? Они говорят, а мы сейчас найдем лобби в Америке, купим этих конгрессменов, у нас с ними все хорошо, у нас все лобби под нами, все это, и мы вам такое нарядное сделаем, что даже не к этому. Делайте. Делайте. Ну, что? Они сделали лоббирующую группу и долго-долго лоббировали, чтобы закон Магнитского был отменен или хотя бы не был назван Магнитским. Это все называется Майклом Уэйсом в Делли Бест грязная игра Путина в Конгрессе США. Но смысл не в том, грязная или не грязная. Ради бога, если бы только бы по благу. Что-то грязная игра Путина в супергрязном Конгрессе. Это не вопрос. Значит, в супергрязном Конгрессе грязная игра является чистой. Значит, понятно, чище, чем Конгресс. А дело в том, что не Путин, а вот эти сеслибы сделали там группки, да, решили, что они что-нибудь сделают с законом этого Магнитского и сказали фиг, фиг. Вот это мелкий пример на тему уступки, да, уступите, там, дайте Савчин, дайте еще что-нибудь, а мы такого натворим, что дальше нет. Да заберите вашу Савчин, что, где, что-нибудь. Где обещанное? Где отмена закона Магнитского и так далее? Обманывают твари, все время обманывают, все время. Браудар мечется. Путин заявил в пресс-конференции с премьер-министром Алексисом Ципросом, что мы хотим восстановить отношения с турками, почему турки не восстанавливают, да? Да, конечно, мы хотим. Мы не хотим никаких войн. Мы с Украиной не хотим крупномасштабной войны. эта система не должна воевать. Она либо сначала станет другой, и тогда может, да и то. Это надо делать мягко, быстро и без перехода в ядерные игры, да? Они никому не нужны. Но эта система вообще не должна вести крупную войну. Она ее проиграет, и тогда рухнет. А вместе с ней рухнет все будущее. Мы не хотим воевать. Но это же не значит, что не хочет воевать Турция. Провоцирующие статьи. Когда деньги кончатся, циновники обсуждают налоги. Если воровать, то кончатся. Денег как грязь. Вопрос заключается в том, что их нужно больше, чтобы они разворовывали. Но совсем уже, чтобы они... Ну, свинье нужно много вот этой грязи воровской. И она в ней должна хрюкать и все прочее. Еще бы, чтобы взять там 75-летних еще бабушек, дедушек там обложить налогом на ЖКХ или на кого-нибудь еще, да? Это хрюкающая такая свинья. Но если это все оставить, тогда денег никогда не хватит. Стратфор. Российская экономическая революция так и не произошла. Имеется в виду все та же перегрузка. Алястер Круг. Путина подталкивают к войне. Стратфор. Россия готовится к противостоянию с США. Каждый день мы слышим о войне. Вот эти все разговоры, а вы дайте им уступить, и тогда все будет хорошо. Не будет хорошо. Это им нужна война. Им нечего делать с мировой системой. Они знают, что с ней делать. На Ближнем Востоке события тоже разворачиваются соответствующим образом. В Пакистане уничтожен лидер Талибана. Это значит, что у Талибана есть опять свобода возможностей маневра, и для нас самое главное, будет ли он маневрировать в сторону ИГИЛ. Если он будет маневрировать в сторону ИГИЛ, или договор с ИГИЛ, мы еще больше сдвинемся в сторону халифата, являющегося необходимой частью глобализма. Халифат главный инструмент глобализма. Пянковский, о котором я никогда не говорю, постоянно кричит вот об этом конфликте двух, он только ни о чем больше думать не может, как конфликте вот этой золотовской группы с антизолотовской, которая по неизбежности после такой передачи силового ресурса с Золотова стала армейской. Все остальное бежит туда. И надо сказать, что дорожки есть. Все антизолотовское бежит туда. А дорога давно протурена. 2008 года знаю, что говорю. Беглецам открыты материнские объятия Елизаветы. И просто ни о чем больше он не вопит, кроме этого. Мой вывод. Если эта система впадет в состояние конфликта, она может потерять устойчивость в течение полутора лет. И быстрее. здесь я всегда говорил о том, каковы варианты. Если белые действительно атакуют, мы это увидим по стрелку. Это индикатор. Понимаете? Вот если клопа опустить в воду и смотреть затем, куда он движется, то можно померить скорость водяного потока. Почему клопа? Не важно что опустить. Кусок бумаги, клопа, какашка. Главное, что она плыла. И можно было мерить скорость. Плыви мой челн, по воле волны. Мы сейчас будем смотреть, если на самом деле образовалась ситуация, о которой я все время говорил, что это антисоветский, антикоммунистический ящик, который сформировался на развалинах Советского Союза, крахе коммунизма, и в него входит антикоммунизм либеральный, гайдаровский и прочий, какой-то такой антикоммунизм прагматическо-центрический, антикоммунизм националистический, антикоммунизм фундаменталистский и антикоммунизм фашистский. Ну, то есть какой-нибудь условно дугинский, условно фундаменталистский, какой-нибудь катакомбная церковь или РПЦЗ, значит, националистическом, там, не знаю, Рогозин, там, и центрический Путин, там, да, и либеральный, там, какой-нибудь там, Чубас, да, то система, которая движется, вот, отстреляв вот это дальше, она дальше будет отстреливать это и двигаться сюда. Это ее органический ход. Единственная возможность что-то сделать, чем мало вероятно, это пробить здесь дырку и выйти отсюда, выйти за пределы всего, что здесь задается. В условиях 80% населения так или иначе неосоветский построен. Сейчас не так много нужно для этого. Оставьте за людьми право на советский образ жизни, на коммуны, на все прочее. Создайте большие сети, сделайте их еще одним слагаемым индустриального рывка и не делайте больше ничего. Создайте мощнейшие госкорпорации для индустриального модернизационного рывка, а создайте структуру для постиндустриального и отдайте их в эту сторону. И создайте всю эту рыночную экономику, как она есть, даже освободите ее, больше не трогайте. Достаточно. Два-три уклада в пределах общества, и оно будет устойчиво, железно. Но дело заключается в том, чтобы это уже... Если оно не уйдет сюда, оно пойдет сюда. Но если, и Путину гораздо удобнее, естественнее, человечески, идти сюда, даже самому, сминая там всех этих Рогозинах, говоря им, галстук поправь, чтобы он позеленел от ужаса. И так далее, да? Вот. Значит, и двигаясь куда угодно, это все. Он сюда куда-нибудь зайдет и где-нибудь здесь еще остановится. Но это все уже его атаковало, потому что все это, это ЦРУ. Все. Все фашистские структуры были завербованы в 1946 году, уже полностью закончена вербовка, они крутились в определенную систему. Все эти биогвардейские движения и раньше были завербованы, и потом. И все. Там это ЦРУ. А ЦРУ не хочет никакого нашего суверенитета, поэтому сюда двигаться некуда. Здесь барьер, а с этой стороны либералы требуют снизить геополитическую напряженность. Естественный путь сюда. Но этот естественный путь никогда не реализуется просто так. Человек, но не машина, и не сумма интересов. Человек, это человек с его ценностями и всем остальным. Поэтому, да здравствует национально-буржуазное форсированное развитие, которое обязательно потребует глубокой идеологической и прочей переоснастки. Это еще не будет СССР 2.0, но это будет большой ход туда. Большой ход в эту сторону. А если этот путь не сделать, хода не будет вообще. России просто не будет. И тогда отвечу, да, если все начнет рушиться до конца, где-то все эти кривляния, идиотские, клопины, отказываем в поддержке, не отказываем в поддержке. Мы сражаемся с национально-буржуазным государством, потому что мы так видим процесс. Если национально-буржуазный суверенитет существует, то мы его поддерживаем, потому что мы понимаем, какие будут трансформации. Мы его не просто поддерживаем. Вы только что озвучили его экономическую программу, которую должны были озвучить они. А также это так называемые консервативные экономисты, входящие в пул Путина, а они молчат, потому что боятся правительства. Значит, мы это озвучиваем. Как буржуазно-модернизационный курс на суверенитет, экономическую часть, политическое и всякое прочее, понятное. И место России, как лидера, в этом столкновении тоже озвучиваем. Если же все рухнет, то сражаться будем за Россию. И в этом случае все условные фигуры уже не будут важны, потому что в момент обрушения они рухнут вместе с обрушением. Мы сделаем все, чтобы не допустить этого обрушения. Все, жертвуя любыми своими, так сказать, частными идеологическими интересами. Но если это тем не менее рухнет, то кто не спрятался, я не виноват. Сражаться будем уже за новую великую Россию, за СССР 2.0. До встречи в СССР. Спасибо. Спасибо.